Раз-два-три-четыре, раз-два-три. Раз-два. Я Паршин Сергей Иванович. Да, 52-го года рождения. Старый. А мы знаем. Мы все знаем. Слушайте, прям шевелятся предметы сами. Тут как-то все странно. Прям как-то даже не по себе становится. Чем ближе я к вам приближаюсь, тем больше странных вещей происходит. Интересно, с чем этот вечер закончится. Уже трубы горят, уже хочется общения. Шоколад, говорят, повышает умственную деятельность. Сейчас проверим. Причем черный. А он черный. В 85 даже процентов. Я тут 100% купил шоколад. Как? Он лежит у меня в бардачке. Откусил. Он абсолютно без... Ну какой-то привкус. Есть какао, что-то шоколад. Но какой-то он как безвкусный. Он какой-то противный такой. Я кусок сжевал, и он лежит в бардачке. Нет, это правильно, что в бардачке. Вот когда уставший, там вот с тюза поедете, кусились, сразу бодрячок идет. Ну да. Кофе, какао. Я какие-то летел из Крыма, был в октябре на съемках. И в аэропорту смотрю, коробочка железная. Там Крым, там девушка такая в шляпке. Там кофейные зерна в шоколаде. Зерно, там написано все, устал, за рулем. Раз, сжевал. И что-то вроде бы как-то так, не знаю, не пробовал еще, но надо будет проверить, соответствует ли действительности это. Начинаем работать. Друзья, здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Сергей Иванович Паршин, народный артист России. 50 лет, который отдал уже сцене. В следующем году будет 50 лет, правильно? Да. Да. И в следующем же году Сергею Ивановичу будет юбилей 70 лет. Общался, кстати, только что с дядей Иваней. Иван Иванович Краско. Батя. Да. И он сказал... Как мы его называем? С моей легкой руки мы называем его давно-давно батей. Я ему говорю, что вот встречаюсь с Сергеем Ивановичем, он говорит, ну вот мальчишка, говорит, по сравнению со мной. Ну да, правильно. Да, он говорит, что вот Зельдин до 102 лет жил и ходил в театр на выступление, и говорит, и я хочу побить рекорд Зельдина. Пришел к доктору, говорит, рассказал об этом, а доктор говорит мне и говорит, ну что такое Зельдин? Ну, вы должны рассчитывать еще хотя бы до 110 лет. Ну что Зельдин, 102 года, говорит, это же очень мало. Вот. В этой связи скажите, пожалуйста, свой юбилей вы уже планируете? Уже можно купить билетик? Я не планирую, потому что я не знаю, как будет складываться ситуация. Вы видите, что творится вокруг, за окнами, там на улице, в городе, в стране, в мире. Опять эта пандемия, тоже странная штука какая-то. До сих пор непонятно, что это, откуда, и существует ли она вообще. И поэтому, ну, введен ряд запретительных мер, то можно, то нельзя, определенное количество. У нас в театре 75% зрителя только всех рассаживают, чтобы, как говорят, была социальная дистанция. Когда я не понимаю, что такое социальная дистанция, и, например, социальная дистанция, например, я понимаю, между мной и Дерипаской. Вот это социальная дистанция. А тут как-то, ну, санитарная норма, не знаю. Поэтому я не планирую, я не знаю еще, как все будет. Надо дожить до мая месяца. А там уже, я не знаю, будет ли в театре, но вряд ли будет что-то в театре. У нас как-то это не принято. Ну, по крайней мере, в последние 30 лет это могут написать афиша, там какой-то мой спектакль, спектакль в честь юбилея Сергея Паршина. Какой-нибудь старый. Но у него еще ставится не будет, не предполагается. Ну, в других театрах как-то несколько по-другому. Но вообще это странно, ведь действительно день рождения. Ну, неужели вы не соберетесь у себя в гримерке с актистами? Неужели не будет капустников, знаменитых вот этих театральных капустников? Вот у нас, к сожалению, капустники ушли в небытие. В свое время у нас были очень хорошие, по любому поводу, дни рождения, премьерные спектакли. Всегда был капустник. Вот. Но потом как-то так кануло в лету. Ну, то есть, если я правильно понимаю, что был Советский Союз, была жесткая, значит, цензура, все было, многого чего нельзя было. Ну, потом вдруг пришла капитализм, свобода пришла, свобода творить, делай, что хочешь. И... А уже неинтересно, да, уже как-то... А где действительно вот эти подвиги театральные, где вот эти вот художники, где эти музыканты, где вот эти вот... вот что-то такое. Вот все же нельзя было. Все уже говорили, что мы бы сейчас угу-гон, а нам нельзя. А сейчас можно и где? И даже капустников, даже капустников не делают. Нет, в других театрах есть капустники. Тут зависит от руководства. Ну, как-то нравится руководство или не нравится, понимаете. Где-то руководители художественные или главные режиссеры в театре, они приветствуют. Вот. А где-то не очень. Считают, что это баловство, надо заниматься серьезными делами, спектакли выпускать. Понимаете, у нас были замечательные. И дело капустники не в том, что был Советский Союз или не Советский Союз. Нет, это как раз идет от внутреннего состояния, от руководства, от того, понимаете, как вышестоящее начальство относится к таким забавам, как капустники. Но в некоторых театрах замечательные. У нас, я председатель регионального отделения СТД, председатель правления Санкт-Петербурга. Союз театральных деятелей. Да, СТД, Союз театральных деятелей. То есть, в то же время я являюсь секретарем российского СТД. У нас в Доме актера, но сейчас нет, потому что запрещено пандемия, у нас всегда были капустники. И День первокурсника, посвящение в артисты. И праздник Гертруда, так Гертруда называется, назывался так вот, где участвовали театральные студенческие курсы разных институтов. И театрального, и институтов там, где существуют кафедры театральные. Ночью начинался этот капустник поздно, и целую ночь почти до утра. Капустники на Старый Новый год, на Новый год. Поэтому капустники на чьи-то юбилейные дни рождения. Иват Захаров Мы этот номер сочиняли аж с того октября Лишились съемок сна и загара Чтобы поздравить этим вечером любя Всегда это было. У нас традиция такая еще появилась с Юрского, с того времени, когда Сергей Юрский, Валентина Павловна Ковель и эти капустники ставил Александр Аркадьевич Белинский. Они гремели по стране. Наши артисты выезжали с этими капустниками в Дом актера, в Центральный Дом актера, в Цедри, в Москву. Даже где-то сохранились, можно найти, может быть, в Ютубе, где-то найти старые записи этих капустников. Вот, именно в Москве. Вчера в 12 без пяти, с платформы третьего пути Мы уехали из Ленинграда Осенняя пора, летящая листва На всех 600 километров Вот так вот и живем, играем и поем Жизнь летит мимо глазки на лето Их нетрудно представлять Легко зарифмовать Например, Табакова с Лавровым А дальше дело потрудней А ну, вперед ты посмелей Михаил Иванович, Шаровский, Олег Александрович Талстан, Донбовый А по поводу своего беля я не знаю Надо дожить Потому что, я так прикинул Народ там будет Не менее ста человек Значит, надо где-то найти место Раньше можно было у нас в СТД сделать У нас там есть ресторан Но все же ушли Люди, занимающиеся этим бизнесом Ушли, у нас пустует все Не знаю, когда все это вернется на круги свои Ну, живем надеждой Поэтому не знаю, как я буду свой еще юбилей проводить Но работать буду, это точно Так что Ну, вот мы вспомнили Как сказать, батю, как вы говорите Иван Иванович Краско Он ходит, служит в театр У него уже там, за 90-х Он ходит, служит в театр У него и спектакли В репертуарном театре Он же, наверное, в Комиссаржевской работает Да Понятное дело, что Ну, так мне послышались такие нотки Что работать буду Как будто вы уже считаете себя стариком Вот Иван Иванович себя не считает Нет, нет, я, может быть Смысловый акцент не такой сделал Я в свой юбилей я буду работать Служить в театре или играть в спектакль Может быть, мне 28 мая, в день пограничников Мой день рождения, поставить спектакль И я буду вечером играть в спектакль Поэтому буду работать Ну да, ведь действительно В репертуарном театре Наверное, заранее известно Когда вы должны выйти на сцену Когда вы должны работать И неважно, заболели там, не заболели Нужно выйти Составляется репертуар На месяц, на три вперед А по поводу Должен выйти или не выйти У нас нужна такая Не знаю, поговорка, не поговорка Но такая вот фраза Артисты от спектакля Может Освободить Да, освободить только смерть Как это ни звучит ужасно Но тем не менее, действительно так В каком бы то ни был состоянии Ну, понимаете, люди купили билеты Их не интересует, что там у тебя в семье Вот в этом отношении Профессия жестокая Довольно, понимаете Никого не интересует, что у тебя там дома Умер ли или заболел Или ты сам идешь с температурой 39 Со мной было не раз это Идешь в театр, нельзя отменить Люди сидят Поднимется занавес И как говаривал Царственная Веста Игорь Алексеевич Горбачев Известный, выдающийся артист Поднимется занавес И ты, в меру отпущенного Богом себе таланта Будешь на сцену и будешь играть перед зрителями Вот так И вот идешь с 39 температурой Выходишь на сцену Она так раз 36,6 Вот не знаю почему То ли организм мобилизуется Выбрасывает все эти ресурсы А ты играл, в гримерную входишь Пам, что такое? 39 опять Или сломал что-то У меня на ноге палец был сломан В начале спектакля Играли, помню, спектакль О Древней Греции Господи, вылетело название Ну не бог с ним А там знаете, как обувь-то у древних греков Так вот, плетеные ремешки И там сандалии Открытые ноги, пальцы открытые И вот я бежал за своим коллегой Так, мизансена была выстроена Бежал За ним догонял А он вдруг Возьми, остановись Просто Возьми, остановись И нога у него выстрелена И я своей ногой В пятку ему И думаю, что это такое Как-то мне нехорошо Что-то так Немножечко за голова закружилась А посмотрел вниз У меня палец вот Вот, да, вот там палец Он не так вот смотрит А вот так Ой, а начало первого акта И надо играть И как я доиграл до антракта Ну, на морально волевых Потом мне этот палец в антракте Вправили, заморозили Перевязали ногу Я доиграл спектакль Только потом меня отправили в трампункт Или сломана рука Вот здесь была сломана рука у меня Гипс Ну, такой лангетка Ну, такая солидная лангетка Все Съемная такая Но гипс-гипс Приходишь на спектакль Я эту лангетку снимаю Потому что играю В театре был спектакль По Хейли Аэропорт В свое время очень популярный Модный такой Детективный, полудетективный роман Артура Хейли Аэропорт американский Я играл второго пилота Сая Джордана Вот там штурвал, кабина И вот за рулем За штурвалом Все После спектакля Переходил в гримерку Брал гипс И я не мог Рука распухала вот так Я не мог Ну, как-то Опять Облачал его на руку Все Когда я пришел Это было несколько раз Пришел к врачу Снимать гипс А он у меня был такой Гуттаперчевый Он говорит А что вы с ним делали вообще? Он был такой Вот как рука моя Гипс Поэтому в театре Актеры играют И больные И с переломами И в общем Ну что делать? Тут такая профессия Никто за уши не тянулся Я вижу у вас значок Это же Александринский театр Да, это значок Александринского театра Он выпущен к нашему юбилею И вы же вот Как закончили театральное училище Вы с Александринским театром Всю жизнь вместе Был такой период Когда я на год уходил из театра В большой драматический театр Вот Кирилл Юрьевич Лавров Меня пригласил И я Почему Решил поменять У меня такая Знаете Такое желание возникло Меня стали использовать В одном качестве Ой, веселый парень С гитарой Что-то такое Весь с юмором Такое все В одном качестве Подошел ко мне Дядя Костя Адашевский Народный артист СССР Константин Игнатьевич Адашевский И говорит Сережа Обрати внимание Меня тоже в свое время Стали использовать В одном качестве Надо разнообразить что-то И вот тут Мне поступило предложение Войти В большой драматический театр На роль В спектакле Дворянское гнездо Не получилось С режиссером встретились С режиссером встретились Что-то как друг другу Мне понравились Но я там сыграл спектакль В режиссуре Астрахана Димы Это Жизнь Барзаминовым И с Андрюшей Толубеевым Играли Я сыграл Чебакова там И потом я вернулся в театр Но не сразу вернулся в театр А ушел из БДТ И уехал на полгода в Болгарию Возвращаться в театр В середине сезона Как-то так знаете И в этот период Я занимался дубляжом В Болгарии Сериала В свое время Очень популярного У нас в России Безумно популярного Да, это был сериал Просто Мария Студия кинопрограмм Телерадиокомпания Останкина Представляет Викторию Руфо В мексиканском Телевизионном сериале Просто Мария И я дублировал роль Главного героя Виктора Я звал тебя Ты что, лучшего предлога Для оправдания не нашла? Мне не в чем оправдываться А по-моему, есть Зачем ты меня звал? Да брось, Мария Ни к чему эти детские выдумки И помимо этого Этой роли Я еще ролей 10 Разными голосами Отдублировал там Они были Роли Разных Возрастов Вот Я полгода провел в Болгарии Там эта работа проходила И Закончил И уже После отпуска В августе Вернулся В родные пенаты Вот И стал репетировать Сыграл Платонова В чеховской пьесе Она без названия Называется у него Но там сценарий был Пьеса Немножко переработана Она называлась Платонов Сулимов Режиссер Мар Сулимов Сделал такую Немножко передел Чехова И я сыграл И я сыграл там И вот Я Фактически Я Официально С 73-го года А не официально С 72-го Уже 50 лет будет Студентам еще Наш педагог Ирина Селдна Мерхольд Дочка Вселдаемилича Супруга моего Учителя Василия Васильевича Меркурьева Поставила спектакль Последняя жертва Где Василий Васильевич Играл Флора Федуловича Прибыткова Вы помните Да В общем Главную роль И Там сцена Бала была И мы Наш курс Весь Был занят В этой сцене Бала Кому-то достались Роли там Два-три слова Там Вас просит туда Кушать под Ну вот так Вот Я впервые Появился студентом А официально 1 августа 73-го года Служу В Александринском театре Но я Насколько знаю Что Вы же Театральная Ваша деятельность Началась еще В школе Вы уже в школе А вот Ну как бы Были у вас В школе Первые шашки Это Я попал В драматическую студию В драм-кружок Совершенно случайно Не помышлял Ни О карьере Артиста И вообще О театре Как-то так Спортом занимался Бегал Боксировал Стоял на воротах В общем разносторонний Парень был Развит спортивно И Как-то На уроке литературы Задание было такое Выучить стихотворение Не из учебника Не вот Не программное Кто Что захочет Возьмите из другого источника Литературного Любое стихотворение Выучите Ну я Ну что такое Где взять А у нас Календарь отрывной На стенке Висел на кухне А так Оторвал лист Ух ты Господи Смотрю Стихи Автор Эдуардас Межилайтис Лавриат какой-то премии Там Не ленинской Или государственной Литовский поэт Советский литовский поэт Эдуардас Межилайтис Стихи Называются Скрижали Времени Я понятия не имел Что такое Скрижали Не понятия Ну Прочитал Так что-то такое А можно вас Попросить прочитать Ничего не понял Ну вот Это не да Но выучил их И В заброшенной Холодной Странной зале Склонив голову Стою у алтаря Рукой касаюсь Каменной Скрижали У склепа Близ руин Монастыря Безвестность Что покоится Внутри Лишает сна И гонит Прочь покой Смотрю В себя И вижу Пустыри Присыпанные Пеплом Под луной Раздался Скрижет Отворились Двери У края Бездны Замер Чуть Дыша Лишь Растворилось Зло Лишь Растворилось Эхо В темном Чреве Как страхом Преисполнилась Душа Оцепенение На это не ропщи, к скрижали времени рукой ты прикоснёшься, В бессмертие верь, и смерти не ищи, В заброшенной холодной странной зале, Сколонив голову, стою у алтаря, Рукой касаюсь каменной скрижали, Смотрю, как занимается заря. Я вот выучил, мало что понимая в этом. Это очень сильное стихотворение. Сильное, да. И меня вызывает наш классный руководитель, Ирина Павловна, Паршин, ты к доске читай. Ну, я вышел, и как-то так беспафосно, Как-то так, знаете, проникновенно прочитал. И смотрю, все так, ученики так. И она смотрит на меня, молчала, молчала. Она говорит, садись в пять. Я пошёл, сел. На другой день, она на уроке литературы опять меня вызывает к доске. Я говорю, Ирина Павловна, ну что, я вчера читал, что я пойду? Иди. Я говорю, да не буду, ну что я, это самое, сейчас дневник положишь мне на стол. Ну, вышел, думаю, ну я, так, я, ладно, я, и я выдал. С таким чувством. Так это ещё лучше все. Я говорю, о-о-о, ладно, урок заканчивается, последний, думаю, сейчас футбол или что-то так. Выхожу, у меня за шкирку кто-то раз. Это был пятый класс, да, за шкирку раз меня. Я говорю, ну чего вы, это Сан Санна Розетис, подымалого в девичестве, блокадница, ленинградка. Бондинка такая, с ярко накрашенными губами, она беломорная, она такая. И меня в зал, говорю, чего вы меня молчать? И меня, и смотрю, там сидят полукругом участники драматического кружка, и тут меня и как-то проняло, можно сказать, проняло. Вот, и я как-то втянулся, знаете, и постепенно-постепенно, и понял, что как-то так мне это понравилось. И по окончанию десятого класса я приехал в Ленинград поступать к Василию Васильевичу Меркуриеву на курс. Меркуриев? Мы же все, там ещё спрашивают соседей, куда, в Ленинград? Кому уедешь поступать к Меркуриеву? О-о-о, старший лейтенант Туча, небесных охот, мы парни, бравые, вот. И приехал, подошёл к институту, мама родная, боже, мне подойти. Улица Маховая, довольно узкая улица. А какой конкурс был? Конкурс, 250 человек на место. И я думаю, как мне туда просочиться, записаться на консультацию? И я, только что мне исполнилось 28 мая, 17 лет, я сдал экзамены в школе, и в конце июня я приехал сюда. Ну, думаю, ну, ну и как так сложилось, что я поступил? Четыре года учился, и дипломные же спектакли, дипломная декада, выпускная. Приезжают режиссёры, приезжают, приходят. В своё время очень было, вы знаете, дельные вещи, сейчас такой нет. Было такое понятие, как распределение, вот такое понятие. Приезжали режиссёры из многих городов, из республик, ну, из русских театров, естественно, если не национальная студия. Были у нас национальные студии, но это уже, как говорится, государственный заказ. Они в полном составе опять уезжали к себе на родину. Где-то основывая театр, где-то вливаясь, так сказать, уже в театр существующий, свежие силы, молодая кровь. И приезжали отовсюду. И вот смотрели дипломные спектакли, ага, ага, ага. Подходили к актёрам, к студентам, девушкам, ребятам. И вот предлагаю вам поехать туда, играть вот это, вот это. И что было очень замечательно, что театр, приглашающий молодого специалиста, обязан дать ему жилплощадь. Сейчас этого нет просто. Нет. Это хорошо ещё, если у театра есть общежитие. А если нет общежития? У нас в Александринке общежития нет. У такого театра нет общежития. И актёры, которые приезжают, берут иногородних, они снимают квартиры. Ну, конечно, театр какую-то часть платит. Они снимают. А зарплаты позволяют снимать? Зарплата у нас выше, чем в других театрах. Это, вы знаете, благодаря тому, что у нас есть президентский грант. Ну, есть грант у нас, в ВДТ, в Мариинском театре, там, в МХАТе, в Малом, в таких вот, федеральных, академических таких. А у нас ещё и театр стал национальным. Нет, ну, насколько я знаю, ваш театр вообще официально, он самый первый в Российской империи, в России самый первый. Самый первый государственный, профессиональный, я бы так сказал. У нас ведь на это первенство претендуют, не знаю, ярославцы, Ярославский театр имени Волкова. Но у них это, простите меня, играли где-то в каком-то помещении, в амбаре или где-то у купца Волкова, у Фёдора. Делали какие-то постановки, там, не знаю, мистерии какие-то, понимаете. Вот. И в Петербурге Елизавета, значит, Петровна прослышала про это дело, и их всех в полном составе. С Ярославля. Из Ярославля сюда, и в Пажевский корпус, получить образование там, 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 сям. Там, и только после этого, в 1756 году, 30 августа, указом Елизаветы был открыт общедоступный государственный для представления комедии-трагедии театр. Вот у нас уже... То есть история, по сути, феноменальная, и даже, ну, огромная история, и вы уже 50 лет, полвека там. Я бы хотел вас спросить, ведь огромное, огромное, вот вы уже назвали своих учителей, супругов, Ирину Всеволодовну и Василия... Василия Васильевича Меркурьева, да. Да, Меркурьева. И там же ведь и Горбачева, вот уже сейчас вы вспомнили, и Бруно Фрейнлих. А, у меня, кстати, я тут принёс некоторые фотографии. Да, есть вот, о которых знает вся страна, это же... Я посмотрите. Вот Василий Васильевич Меркурьев, мой учитель. Это он, это он незадолго до смерти своей. Ну, эта фотография примечательна оборотной стороной ещё. Конечно, да, вот этой. Да, что здесь написано? А здесь написано «Талантливому, любимому Сергею Ивановичу Паршину с любовью на память Василия Меркурьева». Ну, это прям как раз-то диплом. 2 апреля 1978 года. Это незадолго до смерти. Вот. Он был моим свидетелем на свадьбе. Даже так? Моя первая супруга, Таня Остратьева, она училась со мной. Ах, у нас два сына. Иван, который пошёл по моим, так сказать, по моей стезе... Он же тоже в Александрском театре? Он служил, да, да. Но кино, вы знаете, надо было как-то так определиться. Или театр, или кино. Если кино, то театр... Я служил в театре, я очень много раз отказывался от съёмок. Очень много раз. Начиналось снова репетиции, снова спектакли. Или гастроли, или что-то. Я отказывался безумное количество раз от фильмов, которые... Актёры, в которых сыграв, стали знаменитыми. Тот же Балуев в «Мусульмане» роль на меня была написана. Володя Хатиненко ждал, ждал меня. У нас были гастроли, выпуски, спектакли. А натура уходит. Листья желтеют. Всё. Ладно. И вот Ваня тоже... Вот эти морские дьяволы, что-то ещё, что-то ещё. А уезжали на месяц-надва в экспедиции. Там то в Египет, то куда-то в Мурманск, то на Чёрное море, то в Калининград. И надо было определяться. А второй Саша, он у меня по, можно сказать, компьютерной графикой увлекается. Вот. Я, понимаете, что я хотел у вас спросить. Можете ли вы показать, чтобы Василий Васильевич оказался как бы с нами здесь? Вы можете? Вот вы сейчас очень хорошо показали Горбачёва. Вот как вот это... Так я рассказываю. И мы встали ещё на третьем курсе. Это у нас... Да, середина третьего курса решили пожениться. А вот такая традиция на курсе была. Наверное, на других меркуриевских курсах студенты требовали, чтобы мы друг друга называли по имени-отчеству. Например, Татьяна Фёдоровна, Сергей Иванович, Николька, там, Володька, а Владимир Иванович, Сергей Иванович, Татьяна Фёдоровна. И я подхожу к нему, Василий Васильевич, он говорит, да, что это Сергей Иванович? А, слушаю уже. Я говорю, Василий Васильевич, дайте мне, пожалуйста, пару дней вас уводить от занятий. Что случилось? Что случилось? Я говорю, да нет, хочу жениться. О, на ком? На Таньке. О, простите, на Татьяне Фёдоровне Острадчевой. Ага. А кто свидетель? Я говорю, да, мой друг. Вот ругаться нельзя, но у него выскочило такое слово, так сказать, ну, он так говорит, нафиг друга. Вы понимаете, да? Сам приеду. И приехал. Он приехал, он и наш преподаватель по сценической речи, Зинаида Васильевна Савкова. Это великий мастер сценического слова, сценической речи, вот, у него очень множество, множество брошюр, изданий по, именно по сценической речи, которые, по которым учатся до сих пор во всех институтах студенты и преподаватели. И они приехали свидетелями. Васильевич Ильич приехал, шампанское, всё. То есть он с собой шампанское привёз до студентов, бедным студентам. Да, ну, вот. И, понимаете... Это большая честь. Вот, ну. И вот так вот получилось, что вот они. Вот Василий Васильевич и Зинаида Васильевна, вот они расписываются, вот, как свидетели. Он на свадьбе, вот. Пером прям. Ну, это ручка такая, нет. Это ручка шариковая, но, знаете, сделана как перо. Это 20 декабря 72-го года. Сегодня какое число у нас? А сегодня 21 декабря. В общем, 20. Сегодня 20 декабря. Видите, как получилось. Да, да, да. Какой день мы с вами собрались. Мы бы, если бы Таня не ушла, она в 2006 году ушла, у неё была онкология, у нас бы было бы сегодня, вот считайте. 72-й, ну, почти тоже, как билей получать, 49 лет. Да, 49 лет. В следующем году было бы 50 лет. Да, золотая была бы швать. Но, послушайте, вот такая интересная история, вот, которая меня, когда я готовился к интервью, она меня тоже поразила. Ведь артисты, ну, это все знают, артисты-бабники, их показывают, на них приходят зрительницы в театр, или они смотрят по телевизору, либо в кинотеатре. И они все, вот, как сказать, себя ассоциируют рядом с этим мужчиной, в первую очередь, и они, как сказать, хотят дружить, так скажем. А вы всю жизнь жили с одной, вот, Татьяной Фёдоровной, пока вот она не ушла. Дальше вы познакомились со второй супругой, и вы всю жизнь уже, насколько я знаю, тоже уже очень много лет. Ну, 13 лет мы, да, вместе. Да, то есть, ну, вы как, я не знаю даже, как это назвать, вот, и вот эта история, вот эта история про то, как вы заступились за женщину, и вас за это пырнули ножом, и вы чуть не погибли. Как-то, мне кажется, у вас какое-то интересное отношение к женщинам. Можно маленькую цитату? Вот маленькую цитату, которая меня удивила. Вот, вот смотрите. Современный культурный человек, цитата от Чехова, Антона Павловича. Просто есть Михаил Чехов, зритель, может, узнать, учитель. А это Антон Павлович Чехов. Современный культурный человек, стоящий даже внизу, например, французский рабочий, тратит в день на обед 10 су, на вино к обеду 5 су, и на женщину от 5 до 10 су. А свой ум и нервы он целиком отдает работе. Вот мне такое ощущение, что вы на своих женщин, коих было всего раз-два, что называется, обчелся, тратите вообще всего себя и всю свою жизнь, и все себя даете женщинам. И вы умеете, может быть, вы скажете какой-то секрет, как можно любить одну женщину, учитывая, что вокруг вас, я уверен, очень много поклонниц. Ну, мне уже лет-то достаточно, сейчас уже я не могу этим похвастаться. А в свое время, вы понимаете, в моей жизни с Татьяной было много разного, много всякого. И я бы сейчас, вы понимаете, когда она ушла, я о многом пожалел. Но испытал такое чувство бессилия, что не могу ничего ни вернуть, ни переделать, если бы как-то отмотать чуть-чуть назад, я бы, конечно, жил бы немножко по-другому. Больше бы любил, больше бы уделял внимание, больше бы, понимаете, ну, знаете, мы говорим, да ладно, это потом, это потом, жизнь большая, да, ну, я потом это все, давай отложим это. А потом наступает момент, когда вдруг раз, и ты потерял самое дорогое, и все, и ты как у разбитого корыта, не знаешь, что делать, и не вернуть ничего, и ничего не переделать, ничего не исправить. И поэтому я, когда мы с Наташей стали вместе, с Натальей Ивановной, тоже артист, народная артистка, работая в театре на Васильевском, замечательная артистка, я стараюсь ей дать то, что я не додал Татьяне, понимаете. Ну, ведь при всем. Ну, и возможности, конечно, сейчас у меня побольше, чем раньше, но я стараюсь ей дать то, что я не додал Татьяне. Но Вы можете какой-то вот совет дать мужчинам, которые нас будут смотреть? Да надо, во-первых, любовь, семейная жизнь, это, Вы знаете, такая вещь, над которой надо работать. Работать, трудиться. Что значит трудиться? Значит, где-то наступить на свое «я» где-то в каком-то случае, в каком-то моменте, понимаете. Не ссориться, стараться не ссориться по пустякам, потому что все из-за пустяков. Казалось бы, вот, как снежный ком, нарастает, нарастает, и это уже настоящий скандал. Надо прощать, надо идти. Мужчина, во-первых, ну, бог с ним, ладно, ну, женщина, ну, женщина, ну, 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 промолчи, ну, подойди ты к ней, скажи, ну, что ты, ну, ну, что ты кричишь? Все хорошо, ну, отнять, поцеловать. Как-то надо быть мудрее. Я не хочу сказать, что женщина, извините меня, или красивая, или нет. Надо все-таки быть мудрее, и... У меня отец, у моего отца была хорошая фраза. Он говорит, Сергей, сынок, не разменивайся на поцелуйчики. Вот, не разменивайся на поцелуйчики. Потом, ну, были у меня какие-то случаи некоторые, с Татьяной там еще. Ну, что-то происходит, а потом сидишь и... Думаешь, ну и что? И что? Что-то новое? Что-то не так? Что-то там устроено не так, как... Да нет, все тоже. А зачем? Не хочу сказать, что все подойдется в сравнении. Хотя, может быть, такой элемент и существует. И думаешь, ну, что же, дуржак, что ж, ну, зачем все это? Ну, как? Ну, поэтому уже и начинаешь уже думать, то, в следующий раз, что... Ну, зачем это? Ну, ради минутного какого-то, знаете... Ну, что потом пожалеете. Но ведь вы вспоминаете так, да? Но, насколько вот я, может быть, ошибаюсь, но ведь Татьяна, она ведь вам даже рубашки не гладила, правильно? Рубашки? Ну, иногда гладила, но, во-первых, я с детства приучен делать все сам. И мне как-то это все... Мы играем в Сэр и Зиганшины, в спектакль, пьесу, которая называется пьеса Арбузова, старая. Старомодная комедия, в приюте комедианта. Это пьеса на двоих. Антрепризы. Антрепризы. Антрепризы, да, на Садовой. И у меня есть такая фраза. Она спрашивает, что вы такое? Я говорю, я ищу несколько своих сорочек, к которым привык. Она говорит, я их постирала, погладила, вон там сложила. Я говорю, ошибка. Свои рубахи я глажу и стираю сам. Это придает мне уверенности и как-то бодрит в каком-то смысле. Понимаете? Вот я никогда не позволял гладить брюки. Однажды мне девчонки, где-то мы ездили классом, драматическим кружком в Одессу, собирать там черешню, вишню. Так, ну вот летом поехали. И попросил девчонку, одна из нашего драм-кружка, погладить у нее брюки. Так она, ну что она? Взяла брюки и без тряпочки, без сила погладила. Утюг прислонила и все. И вот прожгла. Все. Только сам. Только сам. А здесь, и поэтому я Татьяне, Тань, да брось, я сам. Ну не надо. Нет, нет, нет. А тут Наталья Ивановна, не успевшая глянуться, уже все постирано, все поглажено, пришито, зашито, заштопано. Ну не заштопано, до такой степени не доходит. Но все. Я говорю, да, нет, я. Ну вот как-то так, видите. Жизнь по-разному складывается. У каждого по-своему. Ну да, и вот, знаете, хотел спросить. Вот в театре так давно вы уже служите. Бывали ли, может быть, такие случаи, когда что-то падало? На кого-то, может быть, падало? Или вот вы рассказали, как вы споткнулись. Вот какие-то мистические вещи, которые странные совпадения. Может быть, вот в театре, не знаете, даже есть такой фильм, между прочим, «Призрак опера». Есть ли в Александринке призраки, домовые, может быть? Я скажу вот что. Сам не видел. Но все старики, еще наши старые актеры, которых уже нет, и работники театра, они поговаривали, что действительно в театре что-то есть. И у нас же много переходов. Однажды Леонид Сергеевич Вивьен, художественный руководитель, главный режиссер Александра Фушкинского театра тогда, он же как-то пошел, заблудился, сел на ступеньку и заплакал. Его нашли плачущего. Там такие переходы лабиринты. И вот в одном лабиринте я как-то поднялся, мне нужно было перейти из одной стороны театра в другую, там какой-то такой коридор. И вот перед этим коридором какая-то каменная площадка, вот круглые стены, потолок. И там ступенька сюда, прошел эту площадочку и туда. И вот я проходил через эту площадку много раз. И я ощущал здесь какой-то неимоверный холод. Почему? Еще удивляюсь, вроде лето, жара, тут холод. Говорят, где призраки, там прохладно. Лена Якулева, московская артистка, известная, знаменитая Лена Якулева. Она тоже народная артистка? Да, мы с ним в кино снимались у Машникова Игоря Федоровича, ночной посетитель. Я ведь из-за тебя каждый месяц репертуар как карты тасую. Ну ничего, мои миленькие, ничего. Скоро отмучаешься, на моей фотокарточке будет черная ленточка. Да ну тебя. И введешь ты на моей роли других артисточек. А еще через год никто и не вспомнит, что такая была. А кино, Мотя, и через пять лет будет, и через десять лет оно будет. Сказали, они были на гастролях, театр «Современник» у нас. И она говорит, я пришла раньше, и вот темно, занавес закрыт, на сцене там темно, кулисы, где-то там дежурный свет. И я вот в одном конце сцены, сцена большая, и вижу за задником вот там другая лестница, брежет свет, и я вижу, там проходит женщина в белом. И я чувствую, я понимаю, что это не тело. Это что-то такое немножечко, знаете, мерцающе-колеблюще еще. И вот она прошла и по лестнице, и туда. Мне стало жутко, она говорит. Это, может быть, Ирина Вселдовна? Нет, нет, не Ирина Вселдовна. Нет, Ирина Вселдовна не до такой степени была связана с театром. Она оставила, она, жена Василия Васильевича, там многие же актеры. Может быть, Савина Марья Гавриловна. Так а были такие случаи, когда что-то кто-то падал, что-то... Ну, может быть, вот как знаете, говорит, умереть на сцене, вот есть такое выражение. Не случалось такого? Нет, такого я, при мне такого не было. Но вообще, можно ли сказать... Декорации падали. Во время спектакля падали. Ну вот, однажды молоток упал сверху. Причем на сцену, рядом с артистом. Да, слава богу, что не наголо. Потом посмотрели, там никого нет. Нет, ну нет, ни рабочих, ничего. Может, кто-то оставил молоток там на переходах, на колосниках. Но кто его... Но можно сказать, что вот сцена, театр кого-то не принял. Вот прям не принял. У нас очень своеобразная сцена. Она или принимает артиста, или не принимает. Вот, понимаете, иногда приходит такой молодой, красивый, здоровый, под два метра, такой голос, а вышел на сцену, и он ничего не может сделать. Все куда-то пропадает. А приходит небольшого росточка, и вдруг он выходит на сцену, и он заполняет сцену своей энергией, своей харизмой, своим талантом. И видно, что, боже мой, не маленький, не маленького роста человек вышел, а гигант. Вот такая странная сцена. Она многих не приняла, и многих приняла. А вот Бруно Фрейдлих, можете про него рассказывать? Бруно Фрейдлих? Можете его показать? Сейчас покажу. Бруно Артурович Фрейдлих... Был случай один такой, курьезный. Мы вместе снимались в картине «Россия молодая», где Меньшикова играл. А он играл... Ну, в общем, не помню, как звали его герои, но какой-то он из иностранных, из немцев был. Он сам не из немцев. Сейчас ты был несправедлив, мой царственный друг. Ты любишь правду, и зволь узнать его. Ее. Ее. Такой мореход, как Рябов, лучше иной мореход. Он знает эту природу моря. Пьем много, господин генерал. Вот что худо. Я пьем немного. Я хотел тебе еще сказать. Ладно, наговоримся, успеем еще. И завтра чай помирать. И вот мы снимали в Приморске, здесь у нас на Приморске, тогда еще закрыт он был. Построили половину корабля, парусника, недалеко от причала. И где-то метров, наверное, 10, наверное, или 15 от берега до этого корабля. А была лодочка, до которой переправлялись. Лодочка такая, как, знаете, мыльница какая-то, корыца такая. На ней было осторожно. И вот во время обедения, все ушли обедать куда-то. Все, я сидел на берегу, что-то так вот, снял парик в костюме, так, рубашка, так, все. И смотрю, идет Бруно Артурыч, он решил с берега перебраться на этот корабль. В костюме, без парика, лысники, ну как он обычно, без балла, такой. Я так смотрю, думаю, что же он, никого нет. А он так прыг в эту лодочку, оттолкнулся. Она быстро как-то шустро, шустро на середину этого расстояния, где-то метров 5-7 от берега. Понимаете, 8. И он что-то и не сел, главное. Я говорю, Бруно Артурыч, садитесь. Он, что? Паршин? Что? Он глуховат был немного так, обычно вот ухом, которым слышал. Что? А тут у него было... И я смотрю, говорю, сядьте, он, что? И раз, лодочка, оп, зачерпнула, зачерпнула. И я смотрю, Бруно Артурыч, знаете, как иногда капитаны вместе с судном уходят. И он, значит, вот так вот, раз, погружается, погружается, смотрит на меня и я смотрю. Он, паршин, я тону. Я прыгнул, доплыл за шкирку его на берег, понимаете? Потом вспоминал все время. Где-то у меня фотография есть, где мы тут с ним стоим. Ну, может быть, найду. И вот я его вытащил. С тех пор он мне... Паршин, ты помнишь, как ты меня вытащил? Вот. А это же отец Алисы Бруно. Да, Алисы Бруно, да, это отец, папа, да. Ну, Алиса Бруно пошла, она же, ее переманили в Ленцовет, ее переманил Игорь Петрович Владимиров. Но переманил он ее... Вот, кстати, я здесь с Людмилой Алексеевной Черсиной и Игорем Ильич Горбачев, это спектакль, и Иванов. Это же такие артисты такие вот. А я играю Боркина, вот я с ними здесь. Она же, Алиса Бруно, она служила же в комиссаржевке. Да. Вот. И оттуда она перешла, ну, не знаю, как, переманил, не переманил, но она перешла работать, служить в театр Ленцовета. Вот. Не могу найти, где мы с Бруно. Вот, мы с Бруно Артуровичем, открытие сезона, мы здесь с пластмассовыми стаканчиками, у нас на веранде, на балконе Александринского театра, вот мы с ним вместе вспоминаем наши съемки «В России молодой». Вот. Так что, видите, какой случай-то с ним был. Он все время, «Паншин, ты помнишь, как ты меня вытащил?» Я говорю, «Помню Бруно Артуровичем». Но вот это вдруг спокойно погружается, я так смотрю, он молчит, потом «Паншин, я тону!» И вот так как. Ну, Ваня. Такой вопрос у меня, вы учились в театральном училище, но вы не могли... Нет, я учился не в училище, я учился в институте. Училище у нас было Горьковское, Ярославское, Свердловское и, по-моему, где-то еще, не ошибаюсь, Воронеж, может быть. Ну, какие-то были средние, а, Горьковское, Нижегородское еще, Горьковское. Какие-то были высшие образы, а какие-то средние. То есть не на Маховой? Нет, я на Маховой учился, но у нас был институт, не училище. Вот. Ленинградский государственный институт театра музыки и кинематографии. Нет, но вы не могли не учиться по системе Станиславского. Вы же учились по системе Станиславского, правильно? Мы все учились по системе Станиславского, но у нас на курсе, это единственный был курс в Советском Союзе, где Ирина Селдна, которая сама закончила курс у своего папы, изменив фамилию, не Мерхольд, она представилась как Ирина Гольд. Ну, Мерхольд, конечно, все понял, и где-то, наверное, курс или два, он ее вообще не признавал. Папа? Да. Только потом уже она доказала свои работы в учебу, что она достойна, и он уже... Таких партнеров у нее были, Энстенштейн, Александров, кинорежиссер, понимаете, вот так. И она на нашем курсе... Вот, мы познакомились с так называемой биомеханикой Мерхольда. Это он придумал это? Он сам, да. И Станиславский был против. Да, они были, так сказать, спорили по этому поводу, чья что лучше система. Она — это очень своеобразная система, понимаете, биомеханика, механика жизни. Но вызывала интерес, она дикий. Когда у нас проходили занятия по биомеханике, танцевальный зал, большие двери, белые, там, резные, там, лепка, там, узоры. И вот эта дверь, как бременский музыкант, знаете, друг на друге, на осле, там, собака, петух, все эти. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ И вот головы режиссеров снизу, наверное, до выше половины дверей. Как они стали? Друг на друге, что ли? Режиссеры Товстоногова, Музеля, они, не говоря своим педагогам, они приходили смотреть на наши занятия. Потому что это была новинка, это что-то, новаторство было. Ну, это было забытое, я, может быть, скажу, старое, ну, как новое, давно забытое старое. Он же преподавал, он же в своем театре исповедовал эту систему. И артисты, и Ильинский, и Растгарин, и многие, и Зинендера, их многие актеры, вот они были учениками, изучали эту систему. Ирина Селдовна пыталась, так сказать... А как у вас-то это все? Нашла эта гармония вот у вас между Станиславским и Мейерхольдом? Ну, это, может быть, нас более раскрепостило, чисто физически, телесно, понимаете? Благодаря этой системе тело наше где-то в каких-то моментах, в спектаклях, в репетициях, ну, отзывалось как-то, может быть, да немножко своеобразно, не так, как у других. Мы как-то, понимаете, внимание от каждого, какие-то движения, понимаете? Ну, наверное, актер действительно должен играть всем телом, вот всем он должен играть. Актер должен играть все. Я считаю, актер должен быть... Настоящий актер, он... Ну, раньше, знаете, амплуатор вести, герой-любовник, социальный герой, трагик, там, комик. Я считаю, что настоящий артист должен играть почти все, пойду почти все, уметь играть. Ну, может быть, благодаря этой бигбу-механике вас заметили пишущие братья, которые пишут рецензии на спектакль, и вас отметили вот в этой «Зеленой птичке», «Зеленой птичке», где вы играли Труфальдино, и где вы там вот так вот, вот прям вот что только не вытворяли. Тут помогло мне все, понимаете, целый комплекс. И то, что я занимался спортом, был довольно гибкий и координированный, понимаете, крепкий парень, и естественная биомеханика. И еще Леня Лебедев, балетмейстер, его, к сожалению, нет в живых, Леня Лебедев, который ставил нам движения, вот эти все, и он еще поработал. Он использовал то, что во мне есть. Он увидел, и я был такой Труфальдино, определенная пластика, очень трудно, кстати, играть в этой пластике, определенный пластик. И я там что-то не делал, там вертелся и прыгал, вылетал из кулис на помост, вот так в воздухе, падал, проезжал, даже вот однажды вот такую занозу в живот засадил. Хорошо, что она не так пошла, а вскользь. Но потом отыграл и вынул, она вот такая была. Она вот так мне под кожу зашла, деревянный помост был, и там как-то так зазубренно, и я там вылетаю из кулисы, лечу, прыщу и очень думаю, что это я застрял. Вот, а там такая заноза. Поэтому здесь все помогло, и были мои какие-то занятия спортом, и биомеханика, и вот движение Лени Лебедева. Это же скрижали. Ну вот опять мы вернулись к старому, уже звучавшему здесь слову скрижали. Ну скрижали, они на камнях обычно выбивались, понимаете сведения? Ну это уже, знаете ли, даже не на камне, это даже... Ну да, это издание... Самойлова, Броша, Снепкова. Посвященный Александринскому театру, да. Причем вы знаете... Вот вижу энциклопедию, которая вышла наша, да, у меня тоже такая есть. Вы знаете о том, что это последняя книга у нас в городе, ее нигде нет, даже в Александринском театре ее больше нигде нет. В Александринском театре раздарили все. У меня есть она. Ну да, я прошу, ваш автограф, конечно же. И это же, ну, это потрясающее издание, это прям... Да. Это действительно настоящие скрижали. Тут труд, труд очень большой, там такой скрупулезный, там... И вот кого, и кого мы вспоминаем, они же здесь все, Бабочкин. Вот, внизу, Кожич. Кстати, да, Бабочкин, который, кстати, снимаясь в Чапаеве, еще служил в Александринке. Сначала в БДТ, потом в Александринке. Да, где-то же... И только потом он уехал в Москву. Угу. Симонов. Толубеев, Юрий Владимирович, я с ним играл и на сцене с ним, я. А можете показать Толубееву? О! Они, у них, с моим учителем, с Василием Васильевичем, были довольно натянутые, напряженные отношения в жизни. Не знаю, почему, я как-то спросил, Василий Васильевич, а почему Юрий Владимирович как-то так... Ну, что ты знаешь, Сережа, Юрка мне всю жизнь завидовал. Ну, как, почему? Ну, потому что он не профессор. А Василий Васильевич был профессор. Ну, потому что он не профессор. И, как мне рассказывают старики, рассказывали, когда Георгий Александрович Товстаногов ставил оптимистическую в театре у нас, он дал Василию Васильевичу роль Сиплова, а Толубееву – вожака. А что Василий Васильевич сказал, чтобы меня Юрка Толубеев на сцене вот так делал, пока этого не будет. Да. И он хотел сыграть вожака. Ну, и Георгий Александрович, как мне рассказывал, говорит, ну, да, давайте, ну, давайте как-нибудь посмотрим. Василий Васильевич на Мосфильме, говорит, заказал вот такой челюсть, вот это перчевый такой, вот такой уж вожака была, вот такая челюсть, вот это что-то, ну, он там сделал грим. И когда вышел на сцену, все стали сползать там, ну, кто смотрел, ну, там, сдача была там наша, александринцы, стали со стулью сползать, и товарищу, а, черт, это вот, это все, это вот, а-а-а-а-а-а, все, не стал. Но вот это, чтобы Юрка Толубеев вот так вот сделал. Или другой случай, Юрий Владимирович играл главную роль Сократа, беседы с Сократом, это пьеса Розинского в постановке Николая Михайловича Шейко. Я был занят в самом последнем моменте, я играл раба, немого раба, ну, молодой еще был, дали мне эту роль, немого раба, вот. Ну, ходил на аплодисменты. Ну, вот так. Я вхожу, сидит Василий Васильевич на банкетке, там, радио, трансляция, идет спектакль, беседы с Сократом. А, здравствуй, Сережа, Васильевич, здрасте. Да, вот, что я сейчас вот сижу, вот, а, что вы этого нас сейчас на стационаре дают, он говорит. Я говорю, беседы с Сократом. Что, что это Юрка Толубеев главной роли? Я говорю, да. Он так говорит, ах, ай, боже мой, держите меня. Не знаю, не считал, но люди говорят, что Сократ-то умнейший мужик. Вот такие, но, тем не менее, они играли, как поссорились Иван Иванович с Иваном Микифоровичем, ну, гениально просто. Иван Иванович! Иван Иванович! Иван Иванович, скажите по совести, из чего вы поссорились? Не попусти к нам, ну, не совестно ли вам перед людьми и перед Богом? Я не знаю, что такое я сделал Иван Иванович, за что он порубил мой хлеб и замышлял погубить меня. Не повинен ни в каком злом умысле. Клянусь и пред Богом, и пред вами. Существуют записи, когда они… Это что-то неимоверное. А вот жизнь, как-то я вхожу в гримёрку, говорю, Юрий Владимирович, вот, подожди, ты у кого учился? Я говорю, у Меркурьева. Да, с учителем тебе не повезло. Знаете, вот, ну, смешно, вот они, ну, не знаю, ну, вот такие отношения. Так они и не помирились, да? Ну, да, ну, что делать. Вот все, вот все, с которыми я работал. Вот как раз вот артисты, вот с которыми я и Ольга Лебзак, вот дядь Костя Адашевский, её супруг, вот, Лидия Петровна Штыкан. А там кто это? Чесноков. А, Владимир Иванович Чесноков, я его не застал, но его дочь, Людмила Ивановна, которая совсем недавно, вот она осенью ушла, она у нас была третьим педагогом. Как мама наша, как глуха-то за нами такая. Его дочка, да, Владимир Иванович Чесноков. Вот Василий Васильевич, да. А, вот, да, Василий Васильевич Милкурьевич. Василий Васильевич, вот. И Ургант. Нин Николаевна, вот, недавно мы её похоронили. Расскажите. Это же, ну, это же… Я с ней, блин, забывайся, Казанский вокзал, Казанский. Когда мы сыграли с Колей Буровым, моим другом, в пьесе «Тётка Луки», где она главную роль играла, её сыновей, мы её стали в жизни просто мамой звать. Мама, мать, мать сказала сделать, да, слушай, мам, мать, вот так. А я впервые, я же помню, Белорусский вокзал, школьником, да, и когда меня приняли в театр, я иду в театр, пришёл, и идёт навстречу Нин Николаевна, хрупкая, тоненькая, в каком-то зеленоватом платье, и вот эта шаль такая, Павлова-Пасадский платок, какая-то шаль была. И она меня увидела, я стояла так, она, ну что ты, что ты встал-то, хи-хи, а у неё смех был, ну, не знаю, никто так, только она. И она улыбалась, глазки щели, и вот тут такие вот, как солнечные лучики, и что ты. А потом, и жизнь деловой женщины я с ней сыграл, в Ивушке Неплакуче я с ней сыграл, в Тётке Луки я с ней сыграл, и в Елизавете Английской я с Эссекса играл, она королеву Елизавету, вот, и мы дружили, вот, с ней играли. А Ургант, это настоящая фамилия Ургант, или это... Нет, её настоящая фамилия Ургант. Она же была замужем за... Она была замужем за... Вот у них Андрей Ургант родился. Да, это Лев Максович Мелиндер. Да, 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 да. Вот, она была замужем и за Кириллом Ласкари, и за Воропаевым Геннадий Ивановичем, вот. Последний, по-моему, был у неё Кирилл Ласкари. Это сводный брат Андрея Миронова. Один отец у них, вот, Минакер. Вот, и Андрюша от Льва Максовича Мелиндера. Тоже мне рассказывали, когда они вернулись из Ярославля, они в Ярославле работали, он стал в комедии работать, а мне Николай, ну, по-моему, у Ленинского комсомола, вот Устаногова там ещё, и как-то так Лев Максович пришёл к Киму, Николаю Павловичу, главному режиссёру театра комедии, и говорит, Николай Павлович, ну, эти как-то... Ну, хочу взять себе псевдоним. Да, Лёвушка какой же? Ну, ну, Мелиндер, Мелиндер, а поработали же в Ярославе, там Волга. Хочу взять Лев Волжский. На что Кима говорит, Лёвушка, к сожалению, нас уже знают, как Мелиндер. Ну, вот так он и остался. Не, ну, он же такой интеллигентнейший мужчина, Мелиндер, я его видел однажды на Ленинградском телевидении, актёр хороший, ну, хотел стать Волжским, да, интересно. Не, ну, да, от Белорусского вокзала, это... А у Нины Николаевны Ургант, это фамилия отша. Эренберг, Сагальчик, Шейко. Это режиссёры, да. Знаете, на самом деле, Мартон, вот, Мелиндер, Ургант... Вот, кстати, вот видите Эренберг Владимирович в очках, вот это, да, вот он. Да, одна и та же фотография. Вот, вот, да. Это, если кто помнит фильм «Мёртвый сезон», доктор Хаас был такой, вот этот, который травил людей в концлагере, вот этот вот, за которым гонялись. Понимаете, он ещё дрался с Роланом Быковым такой был, доктор Хаас, вот он. Ведь отчего люди страдают больше всего? От сравнения. Кто-то живёт лучше, кто-то талантливее, кто-то богаче, кто-то могущественнее. А человек, прошедший психохимическую обработку, будет радоваться непрерывно. Радоваться, что его тепло, что помидор красный, что солнце светит, что ровно в два часа, что бы ни случилось, он получит свой питательный бобовый суп. А ночью женщину, при условии, если он будет прилежно трудиться. Здесь написано, Серёжка, ты мой любимец, будем ещё встречаться. Это после какого-то спектра, а, Тётка Лукия, по-моему, да, вот он ставил. Вот, Владимир Владимирович, его отец был основателем знаменитого театра до революции «Кривое зеркало», кстати. Скажите, вот если посмотреть вот артистов, ну и вообще на эстраду, там, ну, даже взять вот конкретно артистов, очевидно, что евреев больше всего? Ну, я не сказал бы. Среди режиссёров, может быть. Ну, и актёров тоже. А среди актёров я бы не сказал. Мургант, Мартон, Мелиндер и так далее. Мартон, нет, он не еврей. Ага, ну ладно, я к чему хочу сказать. Я не к чему-то там другому, кроме как того, что мне кажется, что вы вот настоящий русский актёр. Роли, которые вы играете. Гоголь, Островский. Сейчас сыграл в театре на Васильевском Фамусова. Недавно была премьера 16-17 декабря. Меня пригласили на роль в театре на Васильевском, на роль Фамусова. Я с удовольствием согласился. А, ну, ваша супруга, а, Наталья Ивановна. Наталья Ивановна Кутасова тоже играет. В этом же спектакле. В этом, да. Старуху Хлёстову, мою свояченицу играет. Мы с ней играем в одном спектакле. Дома репетируете? А как же? Серёжа, проверь меня. Давай я тебе проверю текст. Попросай тебе реплики. Ты мне. У нас есть совместные сцены, где мы, у нас диалог. А сейчас в этом же театре на нас, на неё и на меня, Галина Зальцман, режиссёр очень хороший. Она маску золотую получила за постановку, где-то в провинции она ставила. Пьеса Ярослава Полиновича, которая называется «Земля Эльзы». Два главных героя, пожилые люди, которые соединяются в жизни, находят друг друга. Оба вдовцы, как мы в жизни с Натальей Ивановной. Она вдова, я вдовец. У нас так и получилось. И вот мы будем опять с ней работать уже в конце декабря. Возможно, уже начнём. Потому что выпуск в марте, в начале марта. Ну да, мне кажется, вы самый вот такой, может быть, не самый, но вот прям русский актёр, который играет русские постановки. Вот как-то вот в этом что-то есть такое особенно. Есть ли такое вообще понятие «русский актёр»? Не знаю, не русский актёр. Ну, если брать национальный театр, есть грузинский актёр, есть русский актёр. Если в этом отношении русский актёр, русским актёром может считаться, знаете, в таком, если обобщать, любой артист, играющий в русском театре. Особенно для западного зрителя. Будь ты украинец, белорусский, еврей, русский, ты всё равно русский. Понимаете, русский. Есть. Таким актёром был. Иван Михайлович Жаров, наверное. Сергей Петрович Никоненко, простите. Вот. Мой друг Боря Невзоров. Вот. Да, ну, конечно. Ну, не знаю, фактура такая у меня. Родители постарались. Вот я такой. Знаете, ну, да, все говорят, ну, ты вот. Наталья Ивановна играла в «Русское варенье» в театре. На Васильевском «Русское варенье». Но послушайте, как она... Ну, вы же можете, например, отказаться от какой-то роли? Или вот вас режиссёр поставил, и вы играете? Ну, она же должна была почитать её. О чём это произведение? Как можно вообще улицкую ставить в русском? Ну, у нас, в России, как её можно ставить? Как её можно играть? Это был первый опыт постановки её пьесы. Хотя второй. Эту же пьесу поставили в Москве неудачно, а эту пьесу поставили здесь. Это было ещё до, так сказать, ну, как сказать, до обозначения позиции Улицкой как таковой. Поэтому разговор даже не шло. Ну, даже с русского варенья. Это парафраз такой чеховский, понимаете, «Вишнёвого сада». Ну, совсем, ну, как это пародия. Это даже такая грубая пародия на Чехова. Это унизительная пародия для русской интеллигенции. Как можно, ну, как можно не прочитать и не понять, о чём это? Дело в том, что у нас профессия очень зависимая. Я дважды отказывался от роли. Хотя мы не имеем права это делать. Не имеем. Вот что тут должен играть. Я отказался однажды от Сорокина. Как ещё Сорокина пытались поставить? У нас поставили, Марат Гацалов поставил на малой сцене, на новой Сорокина. Забыл название этого. Я отказался. Я пришёл, я отказался. Был первый случай, когда я отказывался. Отказался. И второй случай, я отказался от, поиграв несколько лет, живого трупа, главную роль. Но я отказался по возрасту. Подошёл, говорю, Валерий Владимирович, к Фокину, говорю, ну, как ты, мне уже 60 с лишним лет. Он говорит, мне 40. Я играю на первом плане, вот так, перед зрителем. У меня Маша меняется, а каждый год новые Маши. Маши молодеют, а я старею. Это уже, знаете, на педофилию смахивает. Ну, в чём ты говоришь? К нему люди тянутся не по этому. Ну, не могу, я уже видно всё. Ну, как можно, ну? Она мне в дочке годится. Ну, как, ну, я понимаю, там тоже Маша молодая была, и Протасов. И вы же с ней целуетесь? Ну, да, был такой момент, да, один раз поцеловались. Ну, ладно, ну, ладно. Короче говоря, вот я по таким только. А Наталья Ивановна, ну, она не отказывалась. Мы не имеем права. У нас контракт был. Есть. Всё-таки контракт. Это был, я скажу, тут ещё, это может быть такой исключительный случай. Исключительный случай, что пьеса возникла. Она не идёт уже. Нет, она идёт, кстати. Она идёт, там заменились некоторые артисты. Вот. Ну, не знаю, сколько ещё будет идти. Но в театре всякое может быть, понимаете? Но это исключительный случай. Ну, как вы думаете, вот что вы думаете о том, что театр... Понимаете, если взять репертуар театров петербургских, ну, я в Петербурге здесь, он, по сути, под копирку одинаков. Более того, он одинаков уже больше ста лет. Вот ревизор Гоголь написал и выпустил «Свет» в 1833 году. С тех пор все театры считают, так сказать, должным, чтобы у них был вот этот репертуар. Островский, Гоголь, Чехов, дядя Ваня, значит, ревизор, женитьба. И во всех театрах один и тот же репертуар. Ну, во-первых, будем говорить, что это классика. Я понимаю, что в своё время ни Чехов, ни Гоголь, ни Островский классиками не считали в своё время. Понимаете? Но, тем не менее, они становились к концу жизни уже классиками. Тем более сейчас это классика. Как Шекспир в Англии, как Теннис и Уильямс там у них за океаном, понимаете? Как, не знаю, у поляков там кто-то, понимаете, Иван Вазов в Болгарии. Нет, это потрясающее произведение, это здорово. Почему так долго? А потому что пьесы вечные. Хорошо. Ведь «Ревизор» – это вечная пьеса. Вы очень долго её играли, «Ревизор». Играли долго, да. Почему его сняли? Там, ну, это же потрясающе было. Потому что Валерий Владимирович Фокин поставил в то время, когда она отвечала каким-то, понимаете, аспектам жизни, как-то она там всё… А сейчас перестал? Надо было… Сейчас время-то идёт. Надо было… У него была задумка поставить путь «Ревизора», но уже опираясь на сегодняшние реалии. Будет это в театре он делать или «Рощин» поговорить, я не знаю. Но надо… То, что пьеса, её ставить нужно всегда, но учитывая сегодняшние реалии. Ну, вот послушайте, вот у нас, не буду называть имён и так далее, значит, Татьяна читает письмо Онегина со смартфона, сидя на унитазе. Вот, по-вашему, это новое прочтение? Это… Они считают, что это новое прочтение. Я не знаю, где… Где это… В Петербурге, я сейчас не помню даже, театр, известный театр. Ну, неизвестный театр, наверное. Какой-то, может быть, не Малышевского театра, нет? Может быть. Вот, к сожалению, не записал… Я не скажу, чтобы в Большом театре питерского… Это было, видимо, где-то, может быть, в гараже, где-то там на фабрике, в цеху, где-то, знаете, сейчас есть такие модные площадки. Я считаю, что это… Они считают вот эти вот режиссеры молодые, самовыраженцы их называют, они считают, что это новое прочтение. Это издевательство. Издевательство и над классикой, и над автором, и над артистами, и над зрителем, в первую очередь. Это издевательство. Хорошо. А вы знаете, кто такая Бузова? Бузова? Да. Ну, конечно, знаю. Она вышла на сцену театром «Хак». Но уже не выходит. Ну, потому что пьеса провалилась. И потому что сменился там… Кехман появился там. Кехман там уже? Кехман, да. Его… И он убрал Баякова, вот, Прилепин остался, по-моему, там все это. Он убрал все. И убрал эту пьесу. Я вообще… Я не знаю Баяков, я не знаю его как режиссер. Я знаю. Да, да, такой был там-то, там-то, там-то. Там вообще какие-то… Я почитал, и по слухам, какие-то сложные какие-то вообще ситуации в театре была. Какие-то тренинги непонятные какие-то, что-то такое, все. И приглашать ради какого-то эпатажа ту же Булзову, понимаете, или как Богомолов собирается приглашать Трансфестита к себе, там, играть Раневскую или кого-то. Понимаете, вот это делается ради эпатажа. Нет, но там Богомолов еще и на РПЦ там… Ну, там Богомолов, у него такой шлейф подвигов, понимаете, я думаю, что этот шлейф еще будет продолжаться, но… Для меня это дикость, я это не воспринимаю. Ну, может быть, все-таки должна быть какая-то цензура? Я считаю, что, во-первых, должна быть самоцензура в человеке. Самоцензура, понимаете? Это от воспитания и от того, как хорошо у Высоцкого в песне. Какие книги ты в детстве читал, понимаете? Если путь, прорубая отцовским мечом, Ты соленые слезы на уз намотал, Если в жарком бою испытал, что почем, Значит, нужные книги ты в детстве читал. Все идет от воспитания, от того, в какой среде ты вырос и где воспитывался и кем. Самоцензура. И я считаю, что какая-то цензура должна быть. Ну, простите меня, если выйдут в фашистской форме, начнут зиговать, понимаете, И в какой-то классической русской пьесе. Я считаю, что вот это в корне надо запрещать. Надо что-то. Но надо все-таки... Самацензура, это в первую очередь, да. Ведь театр... Что такое плохо, что это хорошо, каждый должен знать. Не знаю, я могу привести цитату... Цитату Толстого на этот счет. Еще у Пушкина какая-то цензура есть какая-то... Очень какая-то хорошая, крупная цитата. У Пушкина я читал. Вот, музыка так страшно иногда действует. В Китае музыка государственное дело. И так и должно быть. Разве можно допустить, чтобы каждый гипнотизировал людей И потом бы делал с ними, что хочет. И главное, чтобы этим гипнотизером был первый попавшийся безнравственный человек. А то страшное средство, в руки которого попало. Ну, в данном случае мы говорим, Толстой имел в виду музыку. Но ведь театр это тоже музыка. Какая разница, музыка или театр. Да, да, да. Ведь любой человек, который захотел купить себе хорошую машину, Хорошо жить, он может творить все, что угодно, В смысле о том, чтобы сделать кассу и заработать денег. Ведь я думаю, наверное, и в этом есть определенный смысл. Может быть. Но, вы знаете, я считаю, что если ты вот такой самовыраженец и хочешь, Пожалуйста, заводи свой театр, плати свои деньги. Не надо у государства брать. И не надо, чтобы государство давало на эти деньги. Министерство культуры, государство. Если ты хочешь самовыражаться, набрать себе актеров, Которые твои, так сказать, сподвижники, Разделяют твои взгляды на искусство, на театральное в данном случае. Пожалуйста, найди спонсоров, если ты найдешь. Свои деньги делай где-нибудь в подвале, А не на большой площадке, в прославленных театрах. Да, я с вами согласен. Но вообще, не знаю, вот я знаете, что еще хотел у вас спросить. Тут у Буров, я просто узнаю даже по лицам, не по фамилиям, По лицам узнаю людей. Вот Галибин, Козлов. Кстати, я был... А здесь почему Григория Михайловича фотография? Это фотографии режиссеров. Саша Галибин, Гриша, Козлов, Толя Праудин и... Могучий. Могучий Андрей, да. Это режиссеры, которые работали в Александрийке. Нет, я просто был в Александрийском театре на представлении Козлова. И он очень интересный... Там был такой интересный у него ход, Что зритель сидел на сцене. Зритель сидел на сцене. Это Леша Девоченко, Саша Баргман и Панина Наташа играли. Да, они получили госпремию, кстати, за этот спектакль. Интересный спектакль был. Да. С использованием зала, с использованием, так сказать, понимаете, пространства. Ну, у нас не один спектакль был такой с присутствием зрителя на сцене. Слушайте, вот это вот надо отдельно снять. Вот это надо отдельно снять. Вот обратите внимание, четыре человека на одной странице, а это Сергей Иванович, он занимает всю страницу, понимаете, как четыре человека. Ну, почему-то авторы решили так сделать. Ну, вот решили. Это я на балконе нашего театра. Вот я Розиганшина. Да, Розиганшина. Наверное, Горапина, да. Лисецкий, Семак. Гвоздицкий, Семак. Лисецкий. Рощин. Это Рощин. Главный режиссер театра. Главный режиссер, но не художественный руководитель Фокина, а главный режиссер Рощин. У нас уже это был прецедент такой, когда Саша Галибин был главным режиссером при художественном руководителе Фокине какое-то время. Ну, сейчас вот Николай Александрович. Ну, вообще, вот мы говорили про призраков. А вы вообще часто встречаете призраков, не знаю, инопланетян, еще что-то такое? Ни разу не было у меня. Ни разу не было. Но у меня было, знаете, несколько случаев в жизни такие. Первый случай со мной, ну, один из случаев произошел в Архангельске, когда мы снимали там «Россия молодую», и был свободный день, и я пошел гулять по городу, и зашел в какой-то, знаете, окраине Архангельска, там еще, смотрю, тротуары деревянные, ну, тогда еще были, да, дома, частный сектор. И я вот иду, и вдруг у меня палисадник, и там улица, и я вдруг ловлю себя на мысли, что вот там за поворотом, за забором должно лежать огромное бревно какого-то старого древнего, какого-то старого-старого дерева. Вот обрубок лежит, и там то ли скамеечка, то ли вырубили, знаете, вот так чуть-чуть вырубили, чтобы... И я не был до этого в Архангельске. Я подхожу, заворачиваю, и там лежит бревно. Я долго не мог это спрести в себя, почему это вдруг. Теперь, какие-то опять мистические самые случаи. Первый год работы в театре, это 73-й год. 74-й, да. Мы едем со спектаклем «Одни и без ангелов» по воинским частям на Кольский полуостров. Мурманский. Базировались, и мы ездили там, были в североморские, и там, и там, и там, кипал явр, там и все. И вот мы едем... А я люблю на поезде уехать, в коридоре стоять и смотреть. И вот мы подъезжаем... Прибыл поезд в Петрозаводск, на вокзале постоял, кто-то вышел там, кто-то сел, поезд тронулся. Мы проезжаем Петрозаводск, начался частный сектор, дома такие, знаете, некрашенные, а вот деревянные, но северные дома такие обветренные, серые, с подпалинами такие. Вот, 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 вот. Труба, там, оказывается, тяж бумаж, две трубы огромных. И вдруг шоссе, мы едем, перед нами шоссе, а там, за дорогой, забор зеленый такой, двухэтажный оказался, воинская часть, обшарпанная такая, все, и там солдатики. И я вот так думаю, боже мой, вот не дай Бог попасть, служить в эту часть. Приходит осень, ноябрь месяц, меня забирают в армию, а я должен был служить в комендатуре у нас, в Рейнграде. Да, не как артист, нет, просто в комендантской роте, ну, договоренно с генералом, комендантом города, что меня будут отпускать на спектакли. Я прихожу в военкомат без всего, просто, потому что знаю, что, чего у меня. И меня подходит капитан, говорит, помогите вы, а мне уже 24-й год. С ребятами, с молодыми, знаете, молодежь, чтобы они в поезде, чтобы они не хулиганят. Я говорю, в каком поезде? А мы же в Петрозаводск едем. Как в Петрозаводск? Короче, сели в Петрозаводск. Приезжаем. Нас в машину, автобусы. И у меня мысль закралась такая, думаю, ну, не может быть такого. И мы въезжаем в ворота в эту часть, на которую я показывал. Говорю, не дай бог попасть, служить в эту часть. Я попал, я служил там год. Теперь, другой мистический случай. На морской набережной, тогда еще лесок был, тут неухоженный все. Вы живете на морской набережной? Ну да, у меня квартира, я сейчас живу на 13-й, у Натальи Ивановны в Примаках. Там она стоит пустая. Трубу прорвал недавно, залил соседей. Там холодная труба прогнела, там все это. Ну, это ЖЭК там виноват, мне заменили трубы. И мы, значит, я, Татьяна, покойница, моя жена, и друг мой, Сережа Кушаков, тоже заслуженный артист, он тоже ушел из жизни, театр, из Ленинсовета, и, кстати, из драмкружка, где я? Из моего города, из моей школы. Кохлоярви. Из Кохлоярви, да, вот. И мы как-то, и Света Смирнова еще была его женой, мы как-то взяли бутылочку коньяка, на бережку костерок, и оттуда на морской набережной дома строили. Вот эти, которые сейчас все. я такой, я такой, вот, море тут, все, вот, получить бы квартиру где-нибудь вот там, на восьмом этаже, вот там вот все. Я воткнул пальцем, и получаю ордер. Морская набережная, я так, не, ну, дом 17. Я говорю, вот еще если там все сложится, я не знаю это что это. Я поднимаюсь на восьмой этаж, куда я пальцем указывал, это я. Понимаете? Вот как объяснить? Я не знаю. Но ведь действительно в вашей жизни, если так разобраться, тоже какая-то мистика. Ведь вы могли стать шахтером, как ваш старший брат, как отец, как ваш дом. Шахту спускаться. Мог стать спортсменом, да, мог. Да, могли стать, вообще сейчас были бы генералом ГРУ, вообще могли бы быть, правильно ли? Это был случай у меня дома. Ну, не знаю, но был случай, это для меня такой о-хо-хо. У нас экзамен был по немецкому языку в институте, и мы с Людей Фирсовой, моей однокурсницей, играли отрывок из «Коварства и любви Шиллера». Либо унт кабаали. На немецком. На немецком. А я немецкий, они свои драй, там, «Гутен морген», «Гутен так», «Гутнабенд». Гитлер Капут. Гитлер Капут, да. Но я слушал радио как-то так, и как-то все, я повторял. Я очень многие акценты могу сделать, иностранные. Вот. И я как-то так, иностранные. Игорь Васильевич Барусянин, был педагог по-немецкому, он знал 12 языков. Он до того знал много языков, что он по-русски с акцентом разговаривал. Здрасте, Игорь Васильевич! Здравствуйте! И он, когда услышал первый раз, как я читаю, он… И он просто был в восторге. Коля Смирнов. Как будет сад по-немецки? Да, Геносе Смирнов, Коль. Дергартен. Садитесь, айн, свай, Смирнов. Ну, как будет? Можно? Да, вот, Геносе Паршен. Тергартен. Вот. Как немец бы сказал «Запонки для воротничков». Можно? Это «Запонки для воротничков». Вот. Он кайфовал. И вот мы с ней, с людьми, играем выучить. Я даже сначало до сих пор помню. И все, мы сыграли, а я смотрю, комиссия, там все, пять баллов, все. И сидит иностранец. Ну, я тогда понял, что иностранец. Седой, волнистый волос, роговые очки, клетчатый пиджак, рубах, галстук, такой весь. Ну, ладно, думаю. Подходит после экзамена ко мне, говорит, замечательно, откуда у вас баварское произношение? Баварий же шпахе. Я говорю, не знаю, радио слушалось, ну все. У вас замечательный музыкальный, вы так слышите, все. А вы не хотели бы продолжить изучение немецкого языка дальше? Конечно, интересно бы. Но вам тогда придется отказаться от вашей профессии. Я говорю, почему? Потому что вы будете проходить обучение в высшей школе КГБ в Москве при среде министров СССР. Понимаете? Я только закончил. В театр, все. Я говорю, а я жена, Ванька, маленький, я могу отказаться? Он посмотрел на меня и говорит, можете. Ну, подумайте. Я месяц ходил, оглядывался. Иду. Ну, вроде бы он понял, что... И так, ну, а так, не знаю, может, Владимир Владимирович Путином где-нибудь в Германии работали. Я так шучу, конечно. Не, но у вас же есть общая фотография с Владимир Владимировичем? Есть. И не одна. Где он, я премию получаю вместе. Потом, где фуршет, мы с ним там с бокалами стоим. Я, Андрюша Толубеев. Сережа Грицай, балетмейстер наш, постановщик движения. Вот мы там тоже. Есть такая, да. Потом я еще с ним встречался при открытии, после реставрации дома ветеранов сцены здесь у нас. Вот. Потом сидел на концерте на новой сцене Мариинского театра. Был тогда после открытия. Всех пригласили на концерт туда. Вот он сидит, Пресецкая сидит с Щедриным. И я сижу за ним прямо, охранник. А я тогда, ко мне подходит молодой человек, в окно говорит, Сергеевич, вы будете вот тут сидеть? Я говорю, а можно жена пойдет вместо меня? Она так любит балет, там, оперу, все. Сергеевич, нельзя. Я говорю, а что, вы видите, где вы сидите? Я говорю, а, все понятно. И вот я просидел, Путин, вот и я. Премьера труппы на новой сцене совпала с днем рождения маэстро Гергиева. Как сказал президент Владимир Путин, он был почетным гостем на концерте, это случайность. Не случайность, что именно Мариинский театр получил такие неограниченные технические возможности для своего творчества. Заслужил. Без преувеличения на сегодня это коллектив планетарного масштаба. О будущем театра президент сказал и на торжественном банкете в честь юбиляра Гергиева. Хотя речь свою начал с дружеской шутки. Когда в завершении сегодняшнего события вместе с оркестром поднялся Пласида Доминго, я сразу понял, что это не Валерий. Потому что, несмотря на то, что у Пласида и сценическая жизнь была больше, он постарше, но Лысину у Валера побольше. Это говорит о том, что он больше работает, Валерий. А вот теперь ему придется работать еще больше. Потому что Мариинский театр – это теперь не просто театр, это крупнейший в мире центр. Это и культурный центр, это образовательный центр, это концертный центр. Старое здание Мариинки – это 27 тысяч квадратных метров. А теперь 120 тысяч квадратных метров вместе с концертным залом. Но самое главное – это не девелоперский проект. Построить можно все, что угодно сегодня в мире. Самое главное – наполнить все эти метры содержанием, творческим содержанием. И потом был такой случай. Я как ввел на шестом канале передачу, там что такое, как он, забыл название, ну неважно, на бытовые темы. И только закончился этот концерт всех, вот, и я так сижу, Путин там, а я так… Вот так. И это все было показано по телевизору. Мне оператор говорит, ну Сергей Иванович, вы и дали вчера. Я говорю, а что? Вот такой был случай. Послушайте, вот совсем буквально на днях вот эта история с Сокуровым произошла. Что вы об этом думаете? Кстати, я сейчас покажу одну фотографию. Фотографию покажу одну. Очень интересная фотография. Я ведь… Александр Николаевич Сокуров в свое время должен был снимать фильм о Чехове по сценарию, где Чехову дают не с пару-тройку дней, чтобы он вернулся на землю, и как какие-то там, понимаете, дела свои порешал. Не знаю, так было в сценарии. И вот он… на землю его отпускают. Жанна тут у меня. И он здесь встречается с разными людьми. И я был утвержден, и должны были начаться съемки. И на завтра назначены съемки, и Сокуров не нашел денег. А я должен был играть вот этого человека. Это вы? Это я. Это Гелировский. Дядя Геляй, знаменитый, который написал книгу «Москва и москвичи». Вот я должен был играть у него Гелировского. Вот видите, не сложилось. А если вы имеете в виду по поводу последнего его выступления на встрече с Путиным, где он высказался по поводу отпустить тех или иных на вольные хлеба. Он там много чего даст. Много чего говорил. Да, я слушал эту речь. Александр Николаевич, у нас две тысячи территориальных претензий по стране. Дорогой Александр Николаевич, вы хотите повторения Югославии на нашей территории? Я хочу предложить думать. Я хочу предложить думать. Нашей Конституции сто лет. Нашему строительству сто лет. Александр Николаевич, у нас с вами же сейчас не дискуссия, у нас обмен мнениями. А то мы сейчас превратимся в какое-нибудь ток-шоу и будем друг друга перебивать, не переставая. Я вас знаю очень давно, очень давно. Отношусь к вам с большим уважением. Потому что вы говорите всегда искренне, но, прямо скажем, далеко не всегда точно. И некоторые вещи следовало бы как следует сначала рассмотреть и подумать. Например, отношения среди войнахов. Я прошу вас относиться к этому очень серьёзно. Да, повторяю ещё раз, две тысячи разных претензий на территорию России. Не буди лихо, как у нас говорят. К этому очень серьёзно нужно относиться. И поверхностно, вот так вот на всю страну об этом говорить, непозволительно даже вам. Уверяю вас, это опасные игрушки. Мы это проходили. И, как я говорил, при прошлой нашей дискуссии, люди в нашем с вами возрасте и в вашем на войну не пойдут. Я в корне не согласен. Вы понимаете, одно дело, но разошлись мы, да. Произошёл развал Советского Союза. Я считаю, что для меня это личная трагедия, честно говоря. Потому что ваши родители остались. Да, родители. Я потом перевёз их сюда. Они у меня и здесь и скончались. И у нас сбежат на Смоленском. У меня брат там остался, тоже там умер, в шахте причём. До последнего работал. И в 59 лет у него инсульт тяжёлый. Прямо в шахте? Да. Ну, подняли, пока довезли. Я понимаю, что у нас не всё гладко, у нас в России. Сейчас то там, то в одном месте, то в другом месте вдруг какие-то раздаются голоса по поводу... Ну, это сепаратистские какие-то проявления. Это и Татарстан, это и Якутия. Понимаете, я уже не говорю о Северном... Даже Якутия. А? Даже Якутия. Якутия, да, там тоже есть люди, которые... Мы сами можем существовать. У нас алмазы. Почему мы? Сами можем напрямую продавать. Ну, в общем, многие разговоры. Я так читал. Я не просто говорю так, с неба взя. Все, я не говорю о Северном Кавказе. Понимаете? Некоторые есть сторонники того, чтобы отделить Дальний Восток, образовать Дальневосточную республику. Она однажды была уже в нашей истории. Ну, как вот, например, Татарстан находится в середине России. Ну, как он уйдет? Куда он уйдет? Как он станет отдельным государством? А как? Известно, как. Когда Советский Союз распался, вот посмотрите, что там происходит. Ташкент, Азербайджан, Казахстан. Там власть передается по наследству. Пришли князьки, которые передают своим там детям. И там люди, как бы, вот я уверен, если провести опрос по Советскому Союзу бывшему, все скажут, мы хотим в Советский Союз, чтобы был вот так вот. Были опросы совсем недавно, я читал, что очень большое количество процентов опрошенных в той же Средней Азии и в других республиках, и в Молдавии, и в Белоруссии, и на Украине, ну, меньше, особенно сейчас, хотели бы вернуться. Ну да, и в объединении, понятно, что всегда есть какие-то такие вот бодрые ребята, которые хотят все возглавить и быть самыми-самыми всю жизнь, и потом передавать власть это своим детям. Ну, вы знаете, при советской власти тоже там были свои ханы князьки, понимаете, там. А у нас тоже, я, может быть, сейчас не то и скажу, но у нас тоже, простите меня, человек занимает высокий пост, а у него сын там, например, министр сельского хозяйства. Не будем называть фамилию, всем они известны. Или отец там, а сын там. Ну да, есть такие перегибы на местах, конечно, есть. Но сам вопрос, я не понимаю, есть ли у Сокорова, есть личная связь с Путиным. Ну, так ты позвони ему, встреться, объясни эту ситуацию. Может быть, действительно Владимир Владимирович не знает, зачем это делать публично? Так вообще-то интеллигентные люди делают. Я не говорю, что он не интеллигентный человек Сокоров. Нет-нет, ради бога. Но тут он, конечно, у него ляп произошел такой некрасивый. Обычно такие дела не совершаются, не обговариваются при стечении определенного количества народа. А тут, извините меня, на всю страну. Зачем, да. Нельзя, надо это дело решать умно, интеллигентно и не надо без такого, понимаете, чтобы резонанс пошел потом. И главное, он общается, перебивает. Это все-таки президент страны. Может быть, он младше тебя, еще что-то. Но зачем ты его перебиваешь? Ты задал вопрос, дай ответить. Он его перебивает зачем-то, ведет себя, но совершенно некрасиво. Я не знаю, жалеет ли сейчас Александр Николаевич по поводу своего поступка. Может быть, жалеет. Но то, что он стал публиковать где-то, я читал, что он жалуется, подал жалобу то ли в Следственный комитет, что якобы в его адрес начали поступать письма с угрозой после этого. Я не знаю, правда это или нет. Хотя, ну, может быть, дурочки какие-то и есть. Нет, но, понимаете, всегда есть вот эти хейтеры, которые начинают звонить, писать и смотреть реакцию, записывать голос. Это всегда, это сейчас такое время. Сейчас только ты где-то, и тебе сразу хейтеры начинают вот этим ерундой заниматься. От этого никуда не лезут. Ну, ладно, давайте не про политика. Я знаете, что хотел спросить? Вот сейчас про шахту. Вы же у Хатиненко снялись вот зеркало для героя. Новенький. Да новенький, новенький. Он первый день на шахте. А ты, Федор, опять без хорчей? Твой кулак. На, держи. Спасибо. Шахтер? Нет. Товарищи! Кажется, совсем недавно закончилась война. И вот опять вырос и гремит Донбасс. А вместе с ним и наша жизнь в гору идет. И по сути, вы могли бы оказаться этим героем, как в шахту, как вот каждый день. Вот вы же в шахту спускались ведь? Конечно. Вы знаете это все, как сказать, и из семейных кругов. Даже ваша мама 12 лет отработала. Мама моя работала в шахте под землей, 12 лет, взрывником. Понимаете? Среди мужчин. Среди мужчин. Молодая девчонка. Только что приехала. В свое время был брошен клич. Все на разработке сланцев месторождений. И моя мама в 49-м году из города Рославля, Смоленской области, туда поехала. А отец мой туда в 50-м, он с Курско-Орловской дуги у меня, папа Орловский. И там они встретились, там в 52-м году я родился. Там в том же году был, меня крестили в церкви. Священник Кресил, который впоследствии стал патриархом в Северо-Уссии Ильичной Второй. Так совпало, да? Да. Очень много совпадений. Вот опять же. И, понимаете, и она закончила курсы взрывников. И ее, молодую девчонку, туда, где матерый мужик, фронтовики. Люди, освободившиеся из мест, так сказать, не так уж отдаленно, понимаете, а там свой лексикон, свои разговоры. Там ведь, если хорошее слово такое, цензурное, ну, такая литературное, нормальное пролетит, то это как бы связующее, так сказать, вы понимаете. И вот на 12 лет там проработала. И отец всю жизнь проработал, и брат мой. И я спускался там в шахте, в сланцево. Они не такие глубокие, как угольные. В некоторые сланцы можно по лестнице спуститься в шахты. И открытые разрезы, вот, разработки. Это не то, что там почти на съемках «Зеркало для героя» мы снимались на, в смысле, опускались туда на 200-300 метров. И 400. А есть по 700 шахт. Мог. Вот. И когда я стал сниматься в этой картине, мне было легче, потому что я с этим, я с детства, я из шахтерской семьи. Мне было легче все это, и в шахту спуститься, и там существовать. Хотя, знаете, воображение-то работает, сидишь, вот там снимаем в шахте. Ну, шахта старая, выработка уже все-все, там уже нет ничего. Но слышно же, под землей очень слышно, а вдруг бух, бух. А что это? Бух. Все говорят, а что это? А я говорю им, а это лаву рвут. Есть такое сленговое выражение. Рвать лаву, взрывать. Ну, и лава, ну, сланец, уголь, понимаете. Рвут лаву. Слышно в других шахтах, которые, так сказать, работают, рабочих. Там взрывают. А тут бух. И потом, как представишь, что вдруг эта толща на тебя опустится, и все, тебя уже никто не достанет. Совсем недавно произошла трагедия. Ну, это там, это взрыв метана. И в мое детство прошло, чуть ли не каждую неделю хоронили шахтеров. Это для меня вот слышно по городу. Пум-пум-бум, пум-пум-бум, пум-бум-бум. Похоронный марш. Все. Значит, кого-то из шахтеров хоронят. А то и четверых-пятерых. Вот машины идут с гробами. Обвалилась. Взорвался метан. В баню, помню, после... На седьмой шахте метан взорвался. Кто-то погиб, а кто-то нет. Остался жив. Но в бане, вот мы пришли в общее отделение, мужики. И вот идет мужик. Понимаете? Вот здесь все обождено. А где была майка, у него нормальное тело. Вот майка осталась. А так все обождено. В метан же, отец говорит, он идет по шурфу вот так. Как... Вот так. Мы не спочтись ничего. Поэтому, что такое шахтерский труд? Я знаю. Я помню, как отец приходил с разбитой головой, обвалился камень. Ну, упал, кусок породы упал прямо на него. Хорошо, что как-то так скользь. Но все равно, сотрясение мозга, голова разбита. Понимаете? Ну, поэтому это труд очень-очень неправильный. Путин сказал, что же вы так оплачиваете-то? Там же действительно олигархи денег немерено. На яхтах там не пойми, что делают. Они даже не сидят за элементарными вещами. О безопасности не думают. Там, когда петух гранит, гранит в одно место, понимаете? Гром не грянет. Они же не перекрестятся. Да ладно, когда вы были после войны года, но сейчас такие технологии, как метан, мне кажется... Ну, как же, ну, это же деньги тратить надо, жалко, понимаете, жаба душит. Ну, это же... Вот меня это бесит просто. Бесит. Вот это всех бесит. И мне удивительно, как эти люди, как они так живут. Да время такое, вот и живут. Ну, может быть, да. Тут немножко задумываешься. Лихолетие. Хорошо. Давайте... А я, знаете, хотел что еще спросить? Мат в театре. Как вы думаете, имеет место быть вот для сильной, крепкой слов? Вы знаете, я видел несколько спектаклей, где матерятся. Видел и в наш театре спектакли есть одно слово матерное. И был спектакль, в котором матерное слово произносили три раза подряд. В Москве, будучи членом жюри «Золотой маски», видел спектакль на двоих в постановке Рыжакова. Это играл Буковский и Пересильд, актриса-космонавт. Вот там мат стоял. Большое, так сказать, количество времени сценического он занимал. Кто-то говорит, где-то... Ну, почему? Ну, здесь он оправдан. Здесь, конечно, не... Да. Ну, тут он вскользь. Я против мата на сцене. Потому что я боюсь, что это придет в норму. Это уже приходит в норму матюгаться на сцене. В кино. Нельзя, чтобы это... Достаточно мата в жизни. Я матерюсь часто в жизни, понимаете? Ну, как вот что-то... Ну, так кто-то достанет или что-то. Или ситуация. Ну, так вот вы материшься. А причем я материться люблю. Не то, что люблю. Могу. Вот могу, простите. Могу. Длинно. Одноэтажно. Двухэтажно. Трехэтажно. Я слышал. Потому что, будучи мальчишкой, играя в песочницы, мимо меня проходили бригады шахтеров. С работы. С вахты, понимаете? С работы домой идут. Бригада. И вот они разговаривают-то так. Ваня, там-там-там-там. Когда? А зачем? Ам-там-там-там-там. Ну, ладно. Ам-там-там-там. Понимаете? И я все это слышал. И я могу. Иногда в жизни, знаете, так вот выматеришься. И даже как-то, знаете, так. Даже прочел, что психологи, врачи говорят, вот, это помогает как-то сбросить стресс. Человек, когда выматерился хорошо, значит, стресс у него какой-то он. Да, это действительно так. Я по себе это ощущаю. Но меня режет, режет, понимаете, ухо. Я не знаю, как, когда молодые люди идут по улице, причем парни молодые, с девчонками, и при них так матерятся. А эти им отвечают матом. Это уже норма в жизни, чтобы... Но не хочу, чтобы эта норма становилась и на сцене, в театре. Не хочу. Я против этого категорически. Ну, я согласен с вами. Скажите, вы упомянули Андрея Мирона. Вы можете про него что-то рассказать? Я с ним не был знаком лично. Ну, что я могу... Я ничего не могу сказать о нем. Знаю, что это был замечательный актер. Вот. Не знаю. О ком другом, с кем общался, понимаете, был знаком, да. Я с ним не... Даже в жизни не... О Высоцком могу сказать. Был случай, когда мой друг покойный, известный оператор, режиссер Евгений Михайлович Мезенцев, который снял на Ленфильме и Даурию, и Интервенцию, и На войне, как на войне, такие фильмы, понимаете. Браслет два. У меня как-то были у меня пробы на Ленфильме. И я иду по коридору Ленфильма, он говорит, Сереж. А мы были дружны, потому что его супруга Таня, Таня Георгиевна, работала у нас звукоинженером, в нашем звукоцехе, ну, звукорежиссером. И мы гружили семьями. Говорит, пойдем. Куда? Ко мне у них, в кабинку у каждого оператора были свои кабинки, такие небольшие комнатки, где они хранили аппаратуру, камеру там своей пленки. Пойдем. Я говорю, что пойдем, сейчас увидишь. Мы приходим, сидит Высоцкий, а он снимался у Хиевица. Фильм, по-моему, плохой, хороший человек. Я. А! Познакомились. Володя. Водка, закуска, гитара. И вот мы закрылись. И он четыре часа. Мы выпивали, закусывали, и он пел песни. Кто-то к нам стучался. Идите вы. Четыре часа. Он, я слушал его, понимаете? Для меня это было вообще. Мы же пацанами в классе еще, ну, в школе. Там. А дубов простыл и след, дуб годился на паркет. Ну, все, Высоцкий там, парус, парус, подражали. Еще не оформившись голосами, еще мутациями. И все. Хрипели. А еще хрип был такой. Парус. Ну, смешно было. А тут вдруг, в наяву, на всю жизнь просто, на всю жизнь. Не, ну, это такая глыба. Он был своевремен. Сейчас такого, наверное, нет. Но, может быть, только вот... Я задаю себе вопрос. Если бы он дожил до развала Союза, как бы он на все это реагировал? Как бы он все это принял? И не знаю. Хотя, думаю, что резко отрицательно. Ну, конечно. Несмотря на его неприятие многих вещей, происходивших тогда, понимаете, я думаю, что, в общем, он был бы против всего этого. А есть ли у Вас вот стихи? Можете прочитать какие-то стихи? Стихи, например, Александра Сергеевича Пушкина. Пушкина? Да. Могу я... Могу прочитать Пушкина, его притчу. Причем ее мало кто знает. Я ее читал на вступительных экзаменах, когда я объявил, что все же читают там «Лукоморье» или «На берегу пустынных волн», что-то еще там Пушкина. А я сказал, я буду читать притчу «Сапожник», вся эта комиссия. Что? «Сапожник». И она такова. Картину раз высматривал «Сапожник» и в обуви ошибку указал. Ну, взяв тотчас кисть, исправился художник. Вот под бочась «Сапожник» продолжал. Ну, мне кажется, лицо немного криво, и эта грудь, не слишком ли нога? Тут апеллес Аполлон, апеллес прервал неторопливо. Суди, дружок, не свыше сапога. Есть у меня приятель на примете, не ведаю, в каком бы он предмете был знатоком, «Но черт несет судить его о свете. Попробуй он судить о сапогах». Вот такая притча. На всю жизнь запомнил. Ну да, это здорово. Наверное, Сакурову нужно ее прочитать тоже, чтобы… Что вы смотрите на то, чтобы мы с вами частушки спели? Частушки? Да. Я много частушек знаю, но они для внутреннего употребления. Ну, мы не на сцене, может быть, чуть-чуть как-то и может быть. Что, с этими словами? Ну, или там… Мне потом неловко будет перед людьми. Может быть, что-то поменять. Ну, как поменять? Ну, тогда это неинтересно будет. Ну, например, я вот ребятам спел, они были у меня. А, вот как. Не строить? Чуть-чуть, но на морозе. Ну да, на морозе, да, колки они… Подтянуть немножечко. Ну-ка. Килька полавает в томате, кильки в баньке хорошо. Только я, ебёна-матерь, счастья в жизни не нашёл. Опа! Опа! Частушки с угробом. Полюбите девки моря, полюбите моряков. Моряки ебутся стою вдоль скалистых берегов. Опа! Опа! Частушки с угробом. Переёб я всю деревню, повели меня на суд. Впереди гармонь играет, сзади ёбаных несут. Наверное, хватит. Ну, для людей давайте, чтобы… Друзья, допейте, допойте эту частушку до конца. Мимо тёщи молодого, я дышу, так и не хожу. То ей хуй в окно зашу, то ей жопу покажу. А вот ещё одна. Вот. Я тут думал-думал, вдруг удастся. Я хочу для вас петь частушку. Какие? Одну для вас. Про вас. Опа! Хоть идут, проходят годы, Сергей Паршин на коне, гениальнее актёра, нету в нашей до стране. Опа! Так, а ещё есть, знаете… А, вот, что ещё. Сергей Паршин открывает грань таланта своего. И сижу, охуеваю. Я от этого всего. Да. Ну, балалайка, честно говоря, старая-старая-старая. Её, может быть, даже невозможно, в принципе, настроить идеально. Поэтому мы по русской традиции поём как можем, играем на всё можем. Вот, вот эту частушку можете спеть ещё? Так, ну-ка. Вот эту вот. Давайте, да. Сейчас я сделаю маленькую коду, да, и как я вам кивну, сделаю паузу, и тогда… По ролям и по озвучке узнаёт меня народ, Но не пел ещё частушки вместе с фирмой «Ленремонт». Опа! Опа! Частушки из сугроба! Гениально! Здорово! Про озвучку, что вот я, честно говоря, с детства смотрел вас на ленинградском телевидении, Иван Варежкин, это прям вот ждал, когда же это начнётся, Иван Варежкин. Да, далека дорога из моей деревни Варежка в новую столицу. Виноват? Солдат Иван Варежкин из деревни Варежка. Далека, говорю, дорога. Потому как земля велика наша. А с другой стороны, куда ни глянь, всё места знакомые. Про озвучку, вот вкратце, у нас времени уже очень мало остаётся. Времени мало, да мне ещё ехать в тюж, да. Да, да, да. Про озвучку я… Ведь все блокбастеры, которые выходят, везде ваш голос. Причём у вас голос такой добрейший. Мне кажется, вас должны на озвучку звать, вот просто поговорив по телефону, потому что такого голоса больше нет. Ну, каждый артист имеет индивидуальный голос, оттенки какие-то, тембр. Я дубляжом, озвучкой занимаюсь очень давно. Первый фильм Федора был. Это какой-то 78-й год? Это 70… Да, где-то так. Потом, ну, это «Сказка за сказкой», это отдельная история «Солдат Ивана Варежкина». Многие же фильмы, я говорю, что просто «Мария», многие были сериалы ещё, потом художные фильмы. И этот фильм «Де Пардье», где голос «Де Пардье», голос «Астерикс» и «Обеликс»… Да, «Астерикс» и «Обеликс»… Ну, да, я ещё смотрю. Нет, «Обеликс», ты же упал. В котёл, когда был ребёнком, знаю, и без вас. Главное – правильно рассчитать пропорции. В «Голуболуния» магия всегда набирает силу. Я не дам моим сморфикам попасть в беду. Ты можешь эту машину выключить? Зачем? Ведь это моё излюбленное зрелище. Это забавно. Я… Здравствуйте, Слэс. Никто не выйдет из шкафа и не напугает тебя, да? Да. Прощай, Бу. В кишах. Заметил, что вас даже злодеев просят играть с каким-то голосом. Петер Паркер. Его барышня. Джин Хэкман и Дензел Вашингтон. И много французов, американцев я дублировал, понимаете? И Альфреда Малинов, Человек-паук, понимаете, в первом. Вот сейчас должен был ехать на дубляж продолжения, но попал в больницу. Да. На неделю лёг в больницу, но попал по обстоятельствам. Надо было там воспаление. Поэтому не состоялась у меня вот эта встреча опять с этим героем. Вот. Мультфильмы, тот же «Корпорация монстров» и «Салли». Вот этот такой голубой весь мохнатый. Много-много. И «Смурфики», и «Стюарт Литтл», «Де кот снежок». Кого мне только не приходилось дублировать. Ну, Эдди Мёрфи озвучил «Ослика» в мультике и получил за это 10 миллионов долларов. А у вас должна быть выше зарплата? У нас чисто символическая зарплата. Поэтому, ну, не будем об этом говорить. А, ещё, кстати, Гарри Олдман, это Дракула Брэма Штокера. Расскажите мне, принц, о своей стране. Это лучшее место во Вселенной. Вы описали мою страну, словно сами её видели. Это из-за вашего голоса. Вот Дракула и... А правда, что голливудские компании, вот когда они выходят в фильм, они сами выбирают, кто из русских актёров, какого, вот, например, Джеймс Дон Брэмклей. Пробуй. Здесь пробуй. Туда, в Америку. И они утверждают, вот, этот артист. Будет всё время, я же... Сюжи, вот, это... Ну, да, Дэйна Гребил, Соловьев, по-моему, фамилия актёра. Только он, и больше никто, и никогда. Только у каждого персонажей из отдельно свой... Да, у меня были, да, да, были такие, нет, пока не поумирали какие-то актёры там. Были у меня такие прецеденты, поэтому... Вот. Ну, хорошо, давайте, спасибо вам большое за интерюшу, и задержите у вас на... Да. Я хочу обыкровить подарок, где у меня... Вот, кружечка, как ваша карьера развивалась, вот, кружечка вам. Так, это гибель империи. Это вот начало отсюда. Да, гибель империи. Ага, а тут нет ещё албанца. Кстати, я там генерал-полковник, генерал-лейтенант. О, кстати, да, пропустили. А, ничего себе. Спасибо, это Володя Хатиненко, гибель империи, полковник Рябиков. Так. Держи. Ой, зачем вы разворачиваете? Не надо. А что там? Может, не надо? Или надо? Сейчас на морозе она у меня не полетит. Так, а мы вам поможем. А что там? А здесь мы картину сделали для вас, подарок. Надеюсь, что она вам понравится. Давайте на пакетик. Так вот, всё, бежим. Ого! Картина, да. Полковник, генерал-лейтенант. Ого, ну спасибо. Ох, ты как. Всё, быстренько упаковываем обратно, передаём. Спасибо вам большое. Всё. Слушайте, я в восторге, потому что Сергей Иванович Паршин это просто что-то, это что-то невероятно. Общаться с ним. Субтитры создавал DimaTorzok Сергей Иванович Паршин это что-то невероятно. Это потрясающий человек. Он артист, он артист от Бога, понимаете. Он поступил в театральный институт на Маховой в Петербурге, ну тогда в Ленинграде. Когда конкурс на место был, 250 человек на одно место. Он поступал в 65-м году. Ну ладно, не суть. В общем, 250 человек на место. Представьте себе, это невероятно большой конкурс. И он, смотри, как красиво туда вот, смотри, как там красиво. Машины стоят на небе, на перекучивание там делают. Ну, наслаждаются на зрелище. И он поступил с первого раза. Вот, то есть это, как сказал Караченцев, как мне сказал, не все кадры, увы, вошли. Мы с ним разговаривали до интервью, после интервью. И не все вошло в кадр, так скажем. И как сказал мне Сергей Иванович, что Мегузам красивый. Ты успевай все снимать. И там, и тут, и там, и тут. Все надо успевать. Понимаешь, тут каждый дом, это... Здесь он, кстати, Достоевский, между прочим, ужинал. А в соседнем доме Антон Павлович хаживал. А вот в том зелененьком Александр Сергеевич. А вот в том, между прочим, со своей второй супругой. Сам Александр Сергеевич заходил. Который Есенин. А мост, ты, мост с ними какой красивый. Ты посмотри. Все, вот, между прочим, вот, нужно уметь сохранить вот этот вот глаз. Вот, радоваться этому каждый год. Каждый раз при встрече. Стараюсь лишний раз в центр не ездить, чтобы не пропал этот флер. Это музей под открытым небом. Здесь надо запретить строить. Кстати, Александр Сергеевич сам вот сидит. Проехали, да. Здесь надо запретить строить вообще что-либо. Вот строители сюда, вот даже, даже просто погулять сюда нельзя пускать. Вот они, строители, вот эти банкиры, они только и думают, как бы вот лишний пятачок застроить какой-нибудь хренью. Лишь бы заработать денег. Нельзя сюда пускать. Здесь, здесь такие люди ходили. Ну, смотрите, какая красота. И Караченцев Николай ему сказал, что у нас с вами не профессия, у нас с вами диагноз, он сказал. У нас с вами диагноз. И действительно, он настоящий артист. Его еще в пятом классе заметили. И он участвовал в драм-кружке. И поступил при таком огромном конкурсе запросто. Но голос, вы знаете, его голос, это он обезоруживает с первой секунды. И он сам по себе очень-очень хороший человек. Перед интервью общался, мы очень хорошо общаемся с Иваном Ивановичем Краско. Он о нем говорил, только положительно. С Сергеем Григорьевичем Микицко. Они вместе играли в театрах разных. И от реприза, и снимались. Они очень дружны еще с общежитских времен. И звоню Ивану Ивановичу и говорю. Вот встречаюсь с Паршиным, посоветуй тебе что сказать. Он говорит, а что сказать? Говорит, у меня книжка написана. Я про него написал рассказ. Называется «Сергуня». И вкратце, говорит. А Иван Ивановичу, секундочку, 92 года уже Ивану Ивановичу Краско. И он, вот, и с ним разговариваешь, и он такой чувствуется. Ну, у нас, в принципе, погода не очень. Никогда не очень. А сейчас особенно она не очень. А вот. И он такой слышно, чуть-чуть просуженный голос. Еще чуть-чуть такой вот. А мы с ним встречались не столь давно. Я говорю вот про Сергея Ивановича. Кстати, он самое высокое здание в Европе. И вот отсюда тоже, видно, кстати, вот отсюда вот шикарно. Хотели в центре города построить эту кукурузу. А вот построили ее вот там вот на окраине. Как она хорошо вписывается сюда вместе со шпилями. Адмиралтейство. И вот шикарно на своем месте находится вот это самое высокое здание в Европе. Потому что общество из Петербурга и встало на дыбы и сказало, не надо, здесь это безобразие строят. Постройте вот здесь, вот и построили. Хорошо, что глава Газпрома, Миллер, пошел навстречу. Построил там, где он построил. Так вот. И он преобразился. Иван Иванович преобразился в голосе, когда стал рассказывать про времена, когда они каждый день виделись, когда играли вместе в спектаклях. И это сказал Сергею. Не вкратце история такая, что он пришел в гости к Сергею Ивановичу, значит, и они выпивают, празднуют. И мама Сергея Ивановича Маршина говорит, ну что-то ты много выпивать начал. И супруга Татьяна Федоровна говорит, да, Сергей, что-то ты много стал пить. На что мама, тут же преобразившись, отвечает, а что это он? Ну, он мужик, он мужик, он выпивает не каждый день. Вот гость хороший пришел и пусть пьет. Пей, Сережа, давай, наливай. Вот такой вот короткий рассказ о взаимоотношениях свекрови и невестки. И Сергей Григорьевича Вегиско тоже очень много добавил. И стадион, кстати. Вернее, Петровича сейчас поедет. Вон он, Петрович. Что-то даже уже не подсвечивает его. Ну, стоит, не сносит еще Петровича. А вот там вдалеке, вон синенький, видите, это вот Зенит-арену построил. То, что с помощью Газпрома построили невероятной красоты. В северных широтах такого стадиона нет вообще. Он с южными лучше в мире, а с северными такого вообще рядом не было. Поэтому спасибо, что построили. Часть и хвала строителям, которые построили вот этот потрясающе, красивейший, современнейший стадион. А вон елочка торчит, вот с ними этот целый. Телевизионная вышка вот там. Сейчас торчит, подъедем поближе. Кстати, когда ее построили, это была самая высокая телевизионная вышка в Европе. Вот. Все телевидение, первое телевидение в СССР было в Ленинграде, между прочим. Было бы оно где-то там за Воронежем, чуть дальше Воронежем. Все мы гэкали бы. Считалось бы гэкать нормально. А так как в Петербурге было первое телевидение, поэтому твердое гэ, мы говорим, а не аэ. И Сергей Иванович Паршин невероятно был искренен. Он же артист. Он мог отыграть любую эмоцию, любую историю, как угодно мог бы отыграть. А он не играл, он не мог играть. Он переживал. Вот на нашей беседе вы это увидите, несмотря на камеры, несмотря на то, что была прямая трансляция в интернет. Настолько хорошо на дружеской волне. Я надеюсь, что и я ему понравился. Хотя я своему стыду опоздал на интервью. За что горю себя. Потому что вот лишние 15 минут общения с этим человеком дорогущего стоит, дорогущего стоит. Много у меня было вопросов. 68 вопросов. Мне удалось задать, даже и третий не удалось задать и обсудить все. Так вот. И мы настолько хорошо на одной волне мы с ним дружеской разговаривали, что в конце стали пить матерные частушки. Разошлись, что называется. Пили чай. Только чай, ничего больше. Разошлись очень хорошо. Но я думаю, что все-таки вот для задора, для веселья не в каждом языке, между прочим, мира, европейских языках нет мата вообще. Там есть фак и все. И фук. Фак и фук. И в каждом там они, в фильмах этот фак уже и не матерные уже слова у них. А у нас хорошо, что есть матерные слова, которые и у нас есть нигде, кстати, тоже нету, насколько мне известно, там, в европейских языках, как в однородностях. Нет этой традиции. Ты и вы. Ты и вы. Вот этот плавный переход между ты и вы, это потрясающе совершенно. Нету отчизм даже. У них ты, Смит, там, человек уважаемый, старше тебя. А у них, эй, ты, Смит, иди сюда. Встал с места, там, вот мы общались. А студент на его стул ноги положил. Тот вернулся сесть, а тот ноги убирает. У них это нормально, такие, знаете, ковбойские, такие у них манеры. Ну да ладно. Началась карьера его в пятом классе, когда он рассказал стихотворение. Я отыскал это стихотворение и попросил его прочитать. И по сути, вот она, начало карьеры Сергея Ивановича. Он ее сегодня показал. Вот с чего она началась. Самый первый его шажок, робкий. Даже без понимания того, что это может произойти. Но очень много чудесных вещей происходило с Сергеем Ивановичем. И он рассказал об этом. То есть, по сути, все, что он хотел, с ним случалось. Поэтому мечты сбываются, Газпром, мечты сбываются. Построили и башню построили, и Газпром-арену построили. И вот прямо с видом, можно сказать, на башне живет, на башне и на арену живет Сергей Иванович. И вот его желания тоже практически все исполнялись. Там, между прочим, между тем, Сергей Иванович Паршин является главой театрального, как это сказать, движения в Петербурге, официального государственного. Вот есть Союз театральных деятелей, и он глава Союза театральных деятелей Петербурга. И входит в совет правления общероссийского театрального движения. И он, между прочим, а у него и записи голоса, все вот эти современные блокбастеры всегда Сергея Ивановича Паршина зовут озвучить какую-то роль, потому что он это делает просто невероятно потрясающе. Он так владеет своим голосом, вы в интервью-то увидите, как он чуть не стал генералом ГРУ, я на полном серьезе вам говорю, сейчас бы это было бы именно так. Фильмографию, если вот я готовюсь к интервью, посмотрю, каждый год он снимался в каком-то фильме. А десятых фильмов, он отказывался сниматься в этих фильмах, потому что он был предан своему театру, Александринскому театру, самому первому официальному государственному театру в нашей тогда еще Российской империи. Отказывался сниматься. И он, вот при всей вот этой занятости, он является главой театрального сообщества. И он вболел, ложился в больницу, выбивая лучшие условия для артистов, для театральных деятелей, чтобы вот этот капитализм не приходил к нам в театральное сообщество. Вот эта контрактная система, оплата артистам таким-то образом, он настолько сильно за это бьется и переживает, что вплоть до того, что вынужден даже в больницу был влечь. Я тоже эту тему не затрагивал, потому что она болезненна для него. Поэтому вот такое вот это человечище. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok